1 августа, день Макриды, назван честь преподобной матери Макрины. До рождения ее, по Божьему откровению, бывшему матери во сне было дано имя Фекла. Во сне подошел светлый и честный муж, посмотрел ласково на дитя и три раза назвал ее Феклой, что это дитя будет продолжительницей целомудренной жизни святой первомученицы Феклы. Мать начала ее воспитывать и учить грамоте, начиная с книги «Премудрости» Соломона и из псалмов Давида и других книг Божественного Писания. Август месяц. На Древней Руси этот месяц имел много названий, и все они связаны с работами, которые выполнялись в этот период. Отсюда и название. Серпень, окончание полевых работ, хлебосол, урожай хлеба, припасиха-собериха, сколько запасов собрали, жнивень, окончание жатвы, зарев, в это время бывают яркие и холодные зори, разносол, заготавливали соленья на зиму, густоед, густарь, обилие всевозможной еды. Август один из наиболее жарких летних месяцев. Большинство овощей и фруктов, ягод поспели. Начинается арбузно-дынный сезон, который следует максимально использовать для собственного оздоровления. Обычно на мокринный день приходится окончание летних работ. Начинаются осенние работы. Погода в этот день бывала ненастной, а воздух уже холодным, осенним. Если сегодняшний день выдавался погожим, то бабы проводили специальные обряды, чтобы призвать дождь. С этого дня становилось гораздо меньше кусающих насекомых, что радовало народ. Приметы. Если на мокринный день идет дождь, вся осень будет дождливая. Сухая погода сегодня, хорошая погода будет стоять долго. Звезды падают на мокринный день, скоро будет ветрено. И если пух сосины сегодня опадает, можно отправляться в лес, собирать подосиновики. Кто на мокрину поссорился весь год, будет в склоках. В отличие от морковного сока, этот очень ароматный. Очень ароматный. Так вот, из-за насыщенности, оказывается, эфирными маслами, сок петрушки способствует рассасыванию камней в почках и мочевых пузырей. Именно эфирные масла, а не что другое, способствуют этому. Они дробят все. Кстати, он, этот сок, еще и лечит заболевания мочеполовых органов, глумевый эфирит и других заболеваний почек, которые страдают. У меня в послевкусии остается ощущение какого-то молока. И у вас есть такое? И у меня есть. Оказывается, сок морковки и вот с таким небольшим добавлением сока петрушки, он собой напоминает молоко для взрослых. Поэтому вот это как раз молочко для взрослых очищает нас, питает нас и укрепляет, как мы говорили, и щитовидную железу. А сейчас много заболеваний щитовидной железы. Геннадий Анатольевич, я хочу чуть-чуть оставить, знаете почему? Потому что мне интересно сравнить теперь сок из корня сельдерея с морковкой. Давайте. Вы же наверняка сельдерей предлагаете также смешивать с морковью. Давайте, сделаем его. Хорошо. С удовольствием. Корень сельдерея вот от корня петрушки концептуально чем отличается? Ведь недаром у них похожие ароматы, значит у них какие-то есть одинаковые минеральные вещества? Конечно, у них есть одинаковые минеральные вещества. И здесь следующее сразу же сказать, что в любом растении существует свой набор, вернее общий набор минеральных веществ. В каждом растении общий набор. В каждом это, допустим, 20 или 30 микроэлементов будут, у всех одни и те же. Но у некоторых дополнительно может быть 2-3 иных, тех, которых нет в том микроэлементе растения. Либо же, как ты говоришь, они могут солировать в одних чего-то больше, в других чего-то меньше. И за счет этого, естественно, объясняется и действие. Итак, сейчас мы сделаем сок из корня сельдерея и морковочки. И сравним его по вкусу, по вкусовым качествам, как он действует. А по составу минеральному, что здесь есть такого, чего нету, допустим, в корне петрушки? Или для работы каких органов больше имеет смысл употреблять сельдерея? Хорошо. В сельдерея также содержится эфирные масла, много солей калия, а также соли кальция, магнит, фосфора. То есть выводит тоже воду? Выводит воду однозначно. И что еще важно отметить, он, если за счет своей душистости, корень петрушки, он больше дробит как-то и выводит, то вот этот вот, вот смотри, еще можно так сказать, мы уже истратили этот корень, как он был? Он был как морковка. Да. Он был острый, то есть можно сказать, как зубило, но, грубо говоря, для того, чтобы дробить. А этот корень... Кругленький. Кругленький. Так вот все круглое, упитывая, делает тело более сильным, более мощным. И за счет этого он способствует тогда и половую силу там мужчинам дает, вот, и вообще укрепляет он организм, и делает его таким цельным, упитанным, крепеньким. Что очень важно, потому что мы привыкли, что он рассматривает, допустим, морковку, сельдерей, там, репу, с позиции того, а что здесь есть. Но при этом забываем, а форма-то у них совершенно разная. Форма – это же энергия. Да. Вот, и эта энергия по-разному будет влиять на наш организм. И так как все в природе стремится к гармонии и балансу, я сейчас подумала, так может быть, ну, достаточно такой мужской символ, наверное, очень полезен женщинам, а явно женский, может быть, полезен мужчинам, потому что я тоже слышала, что, допустим, суп из корня этого самого сельдерея укрепляет потенцию мужчин. 2 августа, день пророка Илии, назван честь, жития и чудес святого пророка Илии. Святого Илия, боговидец и славный ревнитель о Боге, беззаконных царей обличитель, оступившихся от Бога людей наказитель, ложных пророков казнитель, дивный чудотворец, которому повиновались стихии, которого слушало небо, великий угодник Божий. Он до сих пор пребывает воплоти и придет на землю перед вторым пришествием Христу. Слово его, словно огонь, сильно и действенно. Народе говорили, что на Илью зима с летом борется. Этот день считали поворотом к зиме. На Илью и камень замерзает, и после него уже не купались в водоемах. И если кто купался, то утопленник будет. Подходило время сенокоса и уборки хлебов, а само сено считали наиболее полезным. Мол, в сене меда много. И на Ильин день не работали. Существовало верование, что святой может наказать человека неурожаем и болезнями. Также считали, что сегодня на белый свет выходят все гады и дикие животные, потому скотину не выпасали и самый меньший куда ходили. Сегодня, согласно распространенной традиции, спали на матрасах, набитой первой соломой на счастье. Радовались и тому, что ночи становились длиннее, одни короче. Говорили, что куни наедаются, а работник высыпается. Кчеловоды сегодня работали на пасеке, подрезали первые соты, прибирались в ульях. Приметы. Глухое громное льё предвещает дождик, а громкий сильный льд. Беспрерывно гром гремит к дождю с градом. Если утром на небе много облаков, в следующем году будет ранний посев и ранний урожай. Если небо в полдень затянуло, то посев будет обычным. Небо затянуло тучами к вечеру, посев будет поздним, а урожай неважным. Если день будет сухой, то шесть недель будет сухо. Если будет дождь, то идти будет те же шесть недель. После дня Ильи не рекомендовалось есть землянику, чтобы не быть сонливым. Он укрепляет также и организм слабого человека. Он придаёт специфический аромат блюдам, чем разжигает аппетит и упитывает тело. Давайте упитаемся. То есть содержание биологически активных веществ повышен в нашем организме. Для этого мы с вами возьмём, это ты уже взяла, корень сельдерея. Кстати, вот у нас кусочек есть один, я уже чистил. Теперь отрезаем ещё вот этот кусочек. Можно отрезать вот этот. Но он мытый, правильно? Корень, да, этот мытый. Поэтому мы начинаем с ним манипуляции. Чтобы он просто-напросто сначала влез в нашу соковую жиманку. Итак, морковка у нас влезет, везет. Здесь побольше можно этого сельдерея. Сельдерея можно больше. Половина на половину с морковкой. Лучше всего одну часть сельдереевого сока и две части морковного. Ну, а, понятно. Папа. Папа. Столько. И сейчас попробую. Знаете, у меня пошла вторая волна послевкусия нашего сока с петрушкой. И в этой второй появилась какая-то горчинка. Это очень хорошее качество. Что такое горчинка? Если имеется послевкусие горчинка, это говорит о том, что все циркуляторные процессы, которые идут в организм, они начинают убыстряться. Именно горечь слегка подсушивает наш организм, что полезно для того, чтобы более стройно быть. И усиливает все процессы в организме. То есть все будет быстрее. А именно циркуляция крови, перистальтика кишечника. А если у нас улучшается, убыстряется циркуляция линфы, значит этот сок, этот продукт способствует тому, что он будет нас лучше очищать. Кстати, все горечи в той или иной степени обладают дезинфицирующими свойствами. Чем больше горечь, тем больше дезинфицирующие свойства в данном продукте. Ну что? Так. Значит, вот наши... Ага, ты будешь пробовать. Да, и сравнивать. Ничего не перепутала? А, это мой сок? Угу. Вот это явно слажа. Сельдереевый, морковный, явно слажа. О чем говорит вообще сладость? Сладость, именно сладость говорит о том, что этот сок способствует тому, что он питает, усиливает, он полнит. Он вообще содержит очень много биологически активных веществ. И особенно натрия. Четыре больше, чем кальция. И знаешь, чем этот сок теперь отличается от предыдущего? Чем? Дело в том, что в результате варки, в результате приготовления всей пищи на огне, у нас кальций, который имеется в пище, он становится менее активным биологически. И он как накипь в чайнике начинает откладываться на стенках сосудов. Значит, в желчном пузыре, в почках и так далее. И для того, чтобы его растворить, растворить надо, для этого нужен натрий. И натрий не простой, а вот именно биологически активный. И так как много в этом соке натрий, он мощно начинает вот эту вот растворяющую работу, с помощью которой очищает печень, почки и наши сосуды от отложений кальция. Само знаешь, вот трубочку берешь, иногда там самовар или еще где-нибудь, а она вот так вот вся покрыта стенкой. Да, да, да. Вот то же самое примерно у нас может происходить. От термической пищи, поэтому эти соки промывают наши сосуды. Откуда эта пища берется? Хлеб? Дрожжи. Дрожжи даже не берем. Не в этом дело. Хлеб просто термически обработаем. Допустим, борщичок, там прочие там плюшки, что там еще. Легче перечислить, что не обработано термически. Вот, 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 вот. Все, что у нас не сварено или не запечено, все, что сварено, запечено, значит, у нас этот кальций стал недоступен для организма. Значит, он там может спокойно где-то отложиться и в камушек превратиться. Спасибо большое за открытие корня петрушки. Потрясающе вкусно и очень ароматно. А то, что это так полезно, меня, конечно, очень радует. Спасибо, Геннадий Петрович. На этом программе мы заканчиваем. Доброго здоровьица. Третье августа день Иезекииля. Назвен в честь святого пророка Иезекииля. Ему явилось дивное видение на тридцатом году его жизни. Он видел отвершиеся небеса, шло великое и пресветлое облако. Посреди его двигалось пламя. Из облака явилось подобие четырех животных, с виду похожих на чистую, раскаленную в огне медь. Каждое животное имело по четыре лица. Лицо человека, льва, тельца и орла. У них было по четыре крыла. А в церкви в этот день почитают память пресвятого Ануфрия Печорского. Он жил в 12 веке и был известен как монах Киева Печорской лавры, обитавших в ближних пещерах. Ануфрий соблюдал мочаливый затвор. По этой причине крестьяне сегодня старались говорить как можно меньше. Всю работу выполняли молча. Крестьяне сегодня сели озимые, собирали урожай яблок и иных фруктов в садах. Сегодня проверяли амбары, которые отведены под хранение зерновых культур. Надо было проверить, чтобы зерно не испортилось. Приметы. Большие кучи на муравейниках в холодной зиме. Сильные росы сегодня к плохому урожаю льна. Все ждут, когда арбузик созреет и с удовольствием начинают его есть. Рекомендую начинать есть арбузы в основном в конце августа и начале сентября. Почему? Потому что они тогда созревают, самые вкусные и никоим образом не захимичные. Любят все и взрослые и дети, чтобы покраснее, послаже и побольше. Когда арбуз разрезается пополам, получается такой сахарный срез. Который говорит о том, что арбуз действительно очень сладкий, очень сочный. Мякоть кроваво-красного цвета, как мясо, с такими сахарными прожилочками маленькими. Если прожилочки будут больше, грубые, а еще и желтые, это говорит о том, что арбуз захимичен. Такой арбуз желательно не есть. В арбузе очень много воды, практически процентов 90. Есть минеральные соли, с помощью которых, самое интересное, можно лечиться от малокровия. Поэтому, как только настает арбузный сезон, покупайте арбузы, проверенные только арбузы, и кушайте их. Кров пополнится самыми лучшими микроэлементами, и ваши эритроциты будут здоровые. Дополнительно очищаются почки, от них маловажно. Есть даже специальные программы. Арбуз едят с хлебом, только один арбуз, примерно килограмма полтора, а то два, за один раз. И так в течение дня раза два-три. Некоторые даже рекомендуют есть арбуз, представляете, на ночь, для того, чтобы лучше выходили камушки. И они действительно выходят. Вода структурированная их раздробляет. Здесь же содержатся и пигменты, которые все это дробят. Плюс здесь имеется заряд, который все частицы расталкивают. И камушки начинают выходить, дробятся и выходят. Остается корочка. Плотненько. И вроде бы невкусно. Если ее погрызть, она сначала как трава, а потом даже горькая, оказывается. Вот так ее можно обрезать. Видите, вот так вот. Обрезаем. Разрезаем на мелкие такие кубики. Обрезаем, видите, еще больше. Здесь у нас с вами остаются именно вот в этом срезе микроэлементы. Эти микроэлементы, когда их высушим, они будут действовать как хорошее мочегонное средство. Поэтому высушивайте корочки и делайте с них естественное мочегонное средство. Далее, вот мы с вами обрезали корочку. Не надо выбрасывать. С нее можно делать цукаты. Будут вкусные, полезные, приятные. Кстати, не выбрасывайте и косточки арбуза. Их также можно использовать. О том, как их использовать для оздоровления. Кстати, вы знаете, как лучше всего есть арбуз? Арбуз лучше всего есть как самостоятельный прием пищи. Не после еды, как обычно его едят, а до еды. Ну, 2-3 таких скидки, можно больше. Съели в начале еды, утолили жажду, чуточек отдохнули, буквально минут 5, не более, и приступайте к своей обычной еде. Вот это будет более правильным приемом пищи. Если его делать как отдельный прием пищи, то можно его есть с хлебом. И многие едят, и очень довольны этим. Я, правда, предпочитаю его есть арбуз с арбузом. Без всяких дополнений. Он сам по себе гораздо более вкуснее, чем вот сочетание хлеба с арбузом. Очень вкусно. 4 августа, день Марии Магдалины. Назвен в честь равноапостольской святой мироносицы Марии Магдалины. Относительно первой части жизни Марии известно, что она была подвержена тяжелому, неизлечимому недугу. Была одержима по евангельским словам семью бесами. По учению Христа Спасителя следует полагать, что Мария была одержима бесами не по причине грехов ее или родителей ее, а проведение Божие допустило это для того, чтобы Господь Иисус Христос явил дело славы Божией. В этот день уходили в лес собирать ягоды. Поэтому этот день имеет название Мария Ягодница. К этому времени поспевала черная и красная смородина, из которой варили варенье. Также готовили на ее основе лекарственные средства от простуды и иных болезней. Было принято умываться утренней росой, мол, она обладает чудодейственными свойствами, делая лицо белым и чистым. Приметы. Сегодняшняя гроза предвещает богатый урожай зерновых культур. Сильные росы сегодня утром предвещают слабый урожай льна. Не стоит работать в дождливую погоду в поле. Молния убить может. Здесь столько естественных сахаров, которые не просто вкусные, но питают и сердечную мышцу сразу же. Если много съесть арбуза, то он будет слабить. Если его съесть в меру, то подействует как мочегонное средство. Удивительная ягода, любимая всем народом. Добрый день, приятного аппетита. Я в вас в гостях. Вы, я знаю, один из самых старейших людей, который занимается арбузами, дынями, тыквами и знает о них очень-очень много. Ну, занимаемся, люди берут и лечиться, и есть. И вообще-то, самый старинный... Подложите мне, пожалуйста, места... Самый старинный продукт, который рассеет люди и ест. Спасибо, спасибо, хватит. Суточку. Ну, давайте. А! Это завтрак какой-то. Да. Так вы говорите, это один из самых старинных продуктов на России. И на России, и вообще на земле. Будем так говорить. Привезен он откуда к нам? С Америки или с Африки? Завезенный. Сортов сейчас очень много. Наши российские сорта уже отодвинуты на задний план. Но мы все равно стараемся их производить, потому что наша есть наша. Вот этот икар выведенный наш сорта. Это называется икар. Сорвит. Вот у меня, когда почки болели, я их начинал осенью есть. В какой возрасте у вас их подбеку? Где-то сейчас скажу, в каком. Мы когда, мать, перевезли сюда? В восемь шестом. В восемь шестом. Первый раз он мне пристал. Ну, потом вот этот я стал расстраиваться, заниматься. Ребята, ешь арбузы. Не хочешь, а ты их ешь. И вот было так, что... Сажусь, не хочу, а я его ем. Сколько в день седали арбузы? Ну, именно арбузной мякоти? Ну, конечно, не шкорки, а мякоти. Я в основном его ем, я так ем. Я емал с хлебом. Только с хлебом. Ну, обычно и советуется есть арбуз с хлебом. Да, да, да. Ну, я его люблю, мне с детства приучили так. Но я тоже люблю арбуз. Только с хлебом. Не с хлебом только. Я не с хлеба арбузный. Вот. И у меня переставали болеть почки, выходили камни. И где-то до мая месяца, ну, я-то жил в микрорайоне, а водичку пили с под крана. Ага, с под крана водичка образовывала камушки. Образовывала камушки. Вот у меня арбузы ел, я их выгонял. Выходили они спокойненько, без больших болей. Хотя сейчас вот жалуются, что поел арбуз, мне схватило. Я, ну, это гонит, очищает. То есть надо понимать, что это происходит. Да. Глава Леонидовича, вот, а сколько вы ели арбузов вот за день? Ну, я мог 2-3 килограмма мякоти съесть за день. 2-3 килограмма, вот здесь сколько мякоти будет? Ну, здесь, так, примерно, было килограмм 10. Килограмм 10, ну, примерно, значит, одну третью этого арбуза седали за день. Сколько дней вы ели? Не за день, за день присъезд. За день присъезд. 2-3 килограмма. Вот так же, то есть вот этот арбуз вы съедали в течение дня. Ну, за день можно было съесть. Ага. Если бы я мог его за день раз съесть. То есть, хотелось, не хотелось? Не, ну, я, во-первых, я их и люблю. А во-вторых, когда мне сказали, что это лечебный, то я его ел уже не хочу, но я его ем, особенно на ночь. А почему на ночь? Ну, ночью лучше усваивается, промываются почки. Рекомендовано есть на ночь. Хотя и в туалет курите, но все равно на ночь. Ну, в туалет. Тут, когда почки болят, тут не обращаешь тебя, кто-то 5-6 раз станет. А сколько дней ели? Все лето. Все лето. То есть начинается арбуз? Вот начинается арбуз, и пока еще на хранение ложим, и после Нового года едим их, и пока не могут лягать. Это примерно в августе начинаете, и едите август, сентябрь, и, наверное, октябрь. И ноябрь, и декабрь, меньше, конечно, там, но все равно в неделю. Сохраняется. Да, да, да. А вот еще какие-то цукаты делают с арбузной курочкой. Ну, раньше она, как и мать, делала варенье с арбузом. Варенье? Мед, не как он называется. Арбузный мед? Да. Как-то он называется, но у нас арбузный мед называют. А как она его делала? Отец привозил с поля, там, напревший такой. Вырезали, обчищали. Ну, то, что не это самое, не кондиция. Точнее идет, да? Не кондиция. Угу. Она обрезала мякоть, как просто она просто вываривала, семечку убирала. И выкопить его до тех пор, пока он не превратится густой. Ага. И потом банки заливали, так и всю зиму ели. Угу. Звучали путем выпаривания. 5 августа, день Трофима, назван в честь святых мучеников Трофима и Феофила. Они отказались принести мерзких жертв бездушным идолам. За это были подвешены на мучилищном древе. Язычники терзали тела их острым железом, бросали в страстотерпцев камнями. Перебив у них голени, бросили их на костер. Но святые были сохранены целыми и невредимыми посреди пламени и вышли из огня без вреда. Тогда разъяренные мучители отсекли им мечом честные головы. Обычно сегодня началась страда. Работы было очень много. Работали до поздней ночи. Отсюда и появилось название. У этого дня Трофим Бессонник. Крестьяне говорили хорошему хозяину и день мал. В этот день ходили в лес собирать ягоды. Хозяйки делали разнообразные домашние заготовки. Отсюда этот день часто называли Калинник-малинник. Кстати, на Руси очень ценили ягоду Калину. Из нее можно было приготовить вкусные целебные снадобья. Ягоды использовались для лечения болезней желудочно-кишечного тракта, как мочегонное и общеукрепляющее средство. Кожные заболевания лечили настоем из цветков Калины. Сок из ягод Калины шел на приготовление мармелада. В ход даже шла кора Калины. Из нее готовили настои для успокоения от судорог. Применяли и для остановки крови. Любили крестьяне и малину. Сегодня ее собирали, ели в свежем виде, готовили компоты и варенье. Приметы. Если сегодня долго собираться, не успеешь сделать все работы. И если мошка лезет в лицо, не погодишь с дождем. А как еще его использовать? Мы засолим. Этот сорт очень хорошо в солке идет. Когда я был астраханица, потом сейчас и карп, все берут солить его. И я делаю так, когда режем скидку. А то беру, разрезаю пополам. Обычно небольшой килограмм, 4-5. Сок выдавливаю в крошку и пью сок. Дыня лечит камни печени, желстно выгоняет. А вот если мягкая пергуза способствует тому, что растворяет и выводит камушки из почек, мочевого пузырях, то дыня действует несколько выше на камни, которые находятся в желчном пузыре и там с конкуренцией почки. А ее как едите? Как ее надо есть? Ну, дыня вообще рекомендовано есть за 2 часа до еды или через 2 часа после еды. У каждого человека разный гранис. Могут потом слабина быть и их. Неблагоприятно действовать. А я ее ем и с арбузом, и после большая сразу. Мне как-то все равно было. Я вот с огруси езжу, но я гранис принимал. Хорошо. А другие детям запрещают, как они в лагерях давать. А вот еще какие-то цукаты делают с арбузных хоррик. Раньше она, как и мать, делала варенье с арбузом. Варенье с арбузом. Мед, как он называется. Арбузный мед? Да. Как он называется, но у нас арбузный мед называли. А как она его делала? Отец привозил с поля, там, напревший такой. Вырезали, обчищали. Ну, то, что не кондиция. Не идет, да? Не кондиция. Она обрезала мякоть, она просто-напросто вываривала, семечку убирала. И кипитила до тех пор, пока он не превратится густой. Ага. В принципе, ничего не слышно. Живой пример же был, когда у мужика отекшие ноги были, а потом арбуз стал есть, и ноги... Ну, он отек может сниматься из-за того, что жидкость выгоняет, способствует... А, отеки были. То есть, для снятия отеков. Вот такие ноги, колонки были. Арбузы пошли, он каждый день по арбузу съедал. И ноги как будто в дождь я отстал. Это ему было 50 с чем-то лет, он все время, да? Угу. Арбузик выгоняет жидкость, камни. 6 августа день Христины Бориса и Глеба назван в честь святой мученицы Христины. Когда ей минуло 11 лет, сказалась необыкновенная красота ее, и не было среди отраковиц, подобных ей по красоте. Она со слезами молила Богу, чтобы открыл он ей себя. Когда же она прибыла достаточно дней в молитве и посте, явился ей ангел Господень, осенил ее крестным знамением, нарек невесту Христа, совершенно настал ее в богопознании и возвестил ей о подвигах страдания. В церкви почитается и память святых Бориса и Глеба. Родились они в семье великого князя Владимира Святославовича и были убиты кровным братом, святополком окаянным. Согласно церковному преданию, святополка на такой поступок подвигнул сам дьявол. Он очень хотел править Руссию и потому задумал убить всех наследников. Борис и Глеб известны как первые русские святые, канонизированные в лике мучеников. Они известны как заступники Руси. В этот день начинались сильные грозы, потому в поле не работали. Продолжался активный сбор плодов и ягод. Так черемуху и смородину использовали против простуды, желудочных болезней. Черемуха способна улучшать свертываемость крови. Помимо варенья, ягоды сушили, чтобы в зимнее время пить из них компоты. Приметы. Ночи становились прохладнее. Какой будет погода сегодня, такой скорее всего она и будет всю вторую половину августа. Если чайки часто на воду садятся, дело к дождю идет. Я знаю, что от арбуза есть самец и самка. Не могли бы вы показать, как отличить и в чем заключается разница? Вот это самец. Значит, вот она копка. У самочки она чуть больше. Чуть больше. Но не у всех арбузов, у гибридов. А можно было бы принести вот эту самочку, чтобы сравнить и показать? Такого килограмма 6. Говорят, что самки вкуснее. Или нет? Ну, может быть, в какой-то степени вкуснее. Вот астрахальный жбунг самочку берет. А этот, если он так сахарный, то он... Самочка. Ага, вот сейчас покажите, я крупно возьму, чтобы вы показали. Я тут на камеру как раз буду снимать. Так. В чем разница между самцом и самкой? Значит, вот это такой. А самка такая вот. То есть у нее, как это называется? Ну, копка, будем говорить. Попка побольше, нежели... Да, как у генчины. Ага, ясно. Пускай 30 секунд. А потом мы сделаем как бы... А засолка пойдет, когда похолодает. Это где-то в сентябре, в середине, в конце. Желательно. Потому что он может просолиться, когда еще свежий будет. Резонно нет. В чем суть-то, самое главное, что он... Когда просолится, когда же свежих нет. Дома, воду. Так просаливаются недозрелые или какие? Не обязательно. Лишь бы не пустой. Лишь бы не пустой. Недозрелые-то раньше считалось, что его и в песке солят. Шар ложат арбузу. Рассол наводит в ведро соли там. Два сакана соли наводит. И песком засыпают. И он лежит до моей места. В мае достаю, он целенький, круглый, не смялся. А вот такое дело? Сейчас он на комбинате. Не, вот потом он нашел. Забодали с этой работой. Вот он есть ярко-малиновый, а есть как бледноватый. А вкусовые и тот, и тот. О, арбузы. Благодарю. Да, сахарный арбуз. Ну, при диабете он много не рекомендует. А у меня диабет, а я его ем все равно. О, благодарю вас. 7 августа, день Анны. Почитается память святой Анны, матери Марии, родившей Иисуса Христа. Анна родилась в семье священника и вышла замуж за Иоакима. Детей у семейной пары не было. Иоакиму в пустыне явился ангел и сказал, что Анна родит дочь. Вскоре его супруга действительно родила девочку. Имя Мария получила лишь на 15 день по иудейскому обычаю. Назвали ее так, как повелел сделать ангел. Сказал, что имя дочери Анны Иоакима дал сам Господь. В народе этот день называют Анной лестницей или Анной холодницей. Дни постепенно становятся все более холодными и было заметно, что дело идет к осени. Поэтому дню судили, какая будет зима. Сегодня отправлялись на сбор раннего картофеля. Продолжали собирать и заготавливать ягоды. Приметы. Если утром холодно, зима рано наступит и будут студены. Какая погода на Анну до обеда, такая будет зима до конца декабря. Какая после обеда, такая после декабря. Светлая и теплая погода предвещает холодную зиму. И если идет дождь, зима будет теплая и снежная. А вот вы когда рекомендуете вообще арбузы есть? Говорят, они там вначале то ли неспелые, то ли там откуда-то везут захимиченные и так далее. Я их с подбранка начинаю, только зарозовел я их углевел. Разовел и называется подбранка. Да. Это тут по поле углевиху, какой подходит. Зарозовел. А вообще признаки нельзя так вот просто сказать? Ну признаки я смотрю, там признаков много. Баранчик есть, есть баранчик, такая завитушка и язычок. Как они высохли, это уже они спелые. Баранчик и завитушка это вот это? Вот это на конце от цепи есть. Вот на нем весь язычок такой и баранчик. Вот они как подсыхают, это признак того, что он уже подходит. Это один вариант. Второй вариант по виду. Пятый вариант, все с ком определяют. Тетертый вариант, ложишь его на попку, вот так вот пальцами попробовал хрупнуть. Это значит, что он уже не зеленый. Хотя спелы мы вообще не будем. А как надо хрупнуть, вот если этот? Это большой. Это большой? Это надо двумя пальцами вот так вот берешь и придавливать. А, вот здесь? Да, вот здесь в попке. А так? Да. Сейчас вот так вот. Вот двумя рукой это надо вмятить. Ты разреши ребятам посмотреть, поснимать на камеру. Арбузы как растут. Ну я же сразу уловил это дело. Ребят, да мы только собрали. Ну пройдите вдоль лесополаз и посмотрите. Может на дереве какой остался. Вот почему арбуз такой водянистый и хорошо утоляет жажду. Потому что он растет в степи, жаркое, засушливое время года. И ему надо бороться против этого тем, что он накапливает влагу. Поэтому он как раз ее и отдает и тем самым удовлетворяет жажду человека. Вот это бахча. Вот это бахча. Ну так вы целиком их сулили? А каково, каково. Так что варбузный сезон. 8 августа. День Ермолая. Назван честь священномученика Ермолая. Ермолай обратил Пантелеймона врача в христианство после богодухновенной беседы. Когда же Пантелеймон был взят на мучение и был спрошен, от кого научился христианской вере, то есть святой, не будучи в состоянии солгат, открыл им имя святого христианского пресвитера Ермолая. Его схватили и привели на нечестивое судилище. На допросе он мужественно исповедал Христа Бога, за что был обезглавлен. Сегодня начинался ранний сбор яблок, а вот есть их начинали только после яблочного спаса. Поспевал ранний картофель, из которого готовились всевозможные блюда. Знахари отправлялись собирать целебные травы, так как считалось, что именно сейчас, после утренней росы, они будут обладать сильными лечебными свойствами. Приметы. Если сегодня мухи кусаются и становятся назойливыми, это к дождю. Лягушки прыгают по берегу пруда или реки, скоро дождь пойдет. Сегодня у нас в меню очень целебное блюдо, пшеная каша с тыквой или оранжевая каша. А в гостях у нас сегодня Надежда Ивановна Плотникова. Доброго здоровьица! Доброго здоровьица! Вы пришли, не спустимы руками, я знаю, что вы любите готовить. Да, я пришла сегодня уже с готовой кашей, приготовленную по вашему рецепту. Обычно я тыквенную кашу готовлю на молоке и на рисе. Сегодня приготовленную по вашему рецепту на воде и просе. И очень много вопросов. Почему? Почему на воде и почему с просом? Да. Но давайте сначала разберем, почему именно на воде и не на молоке. Действительно, если использовать кашку на молоке, ну она будет, как бы сказать так, вроде бы и сытнее и лучше. Но дело в том, что здесь добавляется белок. И белок молочный, он не совсем сочетается и с просом. Вот. И получается, что этот продукт является слизеобразующим. Поэтому эту кашку нежелательно есть лицам, которые часто болеют простудными заболеваниями. Это предрасполагает, то есть образует в организме слизь, которая в этом климате сыром, холодном. Вот. Она еще возбуждается и ведет к простудам. Поэтому лучше всего убрать. Просто сделать на воде. А вот что касается проса, проса это, знаете, намного будет полезнее, нежели рис. Рис, в первую очередь, он получается обдирной у нас также. А множество микроэлементов, которые находятся и дают пользу для нашего здоровья, они находятся в оболочке риса. А там уже нет. В просе же это есть. И, кстати, просто, знаете, она такая маленькая и обладает рядом таких уникальных свойств. Сейчас я расскажу, какие это именно свойства. Еще древние говорили, что у него вкус сладкий и вяжущий, да? Свойства горячие в первой степени и сухие во второй. Оно легкие. Ну, что значит такое горячие в первой степени? То есть, когда что-то съешь, вот, например, если рис съели, он особо не, как бы сказать, не поднимает обменные процессы в организме и тем самым особо не разогревает организм. Просто съешьте за счет обменных процессов, которые идут пищеварительные, организм разогревается. Вот это уже ведет к тому, что, как бы сказать, легкий разогрев организма, древний горель, он в первой степени разогревает. Значит, сухое. Раз оно сухое, то оно воду на себя еще упитывает и тем самым подсушивает. И за счет сухости оно еще и легкое. Вот, поэтому оно стимулирует такие жизненные принципы, как сухость, он говорит, вот в организме и дает теплоту. Это древние называли еще жизненный принцип теплоты – сжалча. Вот, вот таким вот образом. Это понятно. А в совокупности с тыквой? Ага, я еще раз скажу. И обладает закрепляющими и высушивающими свойствами. То есть хорошо, кстати, пшено способствует тому, что хорошо сращивают различные переломы. Если у вас там переломчик есть, накол кости, ну пошли в голову, вот споткнулись, упали, там гипсы и так далее, то как быстренько восстановиться? Вот эту как раз кашку, которую вы сделали, пшенную с спросом, ее-то и надо будет есть почаще. Она способствует тому, что дробит разные камушки в мочевом пузыре, значит, увеличивает мочеотделение, то есть моча быстрее будет выходить, не будет никаких отеков, особенно, знаете, разные бывают на ногах, там сердечного происхождения и прочее, прочее. 9 августа, день Николая Качанова. Назвен в честь блаженного Николая Качанова, новгородского чудотворца и юродивого. Он любил чистоту, пост и коленное преклонение. Не желая славы человеческой, он стал юродствовать, но в устах его всегда была молитва к Богу. Прозвищу Качан он получил за то, что враждовал с юродивым Федором. Они делили город. С одной стороны Волхова был Николай, а с другой Федор. И когда прогонял, бросал подвернувшийся под руку Качан капусты Федора. В этот день почитает и великомученика, и целителя Пантелеймона. На Руси его называли Палием и молились, прося излечения от болезни. Знахари сегодня отправлялись на сборы целебных трав. Во время сбора они говорили особые заговоры и выполняли обряды. День называли Качанником потому, что капуста завивается в Качаны и начинает созревать. Оставшуюся от прошлого урожая капусту использовали для приготовления слоеных пирожков с начинкой. Этими пирожками угощали странников и нищих. Также готовили и другие блюда. Тушили, солили, добавляли в щи. Начинали уборку овса. Приметы. Считалось, что травы, собранные сегодня, обладают целебными свойствами. Если сегодня сильно стрекочат и прыгают кузнечики, это к ясной и сухой погоде. А почему тогда нельзя добавлять по вашему рецепту сахар? Хоть немножечко. Я думаю, что по моему рецепту можно туда добавить немножечко сахара, для того, чтобы вкус был приятный. Но если мы с вами используем тыкву, а тыкву лучше всего использовать сладких сортов, то вот эта сладость, естественно, которая имеется в тыкве, пусть она создает необходимый вкус. Значит, обычно разные бывают пропорции. Вот какие пропорции соблюдаете вы при приготовлении вот этой тыквенной каши? Это значит нам стакан проса. Стакан проса. Стакан проса. На стакан проса три стакана воды. Очень желательно побольше тыквы. Где-то примерно грамм 400 не помешает. Грамм 400. Да. Вот мы нарезаем мелко тыквочку, заливаем водичкой, ставим на огонь. Как только закипело, и начинаем на медленном огне варить где-то примерно минут 10-15. Это зависит от того, как ты покрошил эту тыквочку. Затем мы добавляем промытое проса. Но не просто промытое проса. Вот мы промыли его, слили водичку, а потом вот кипятком, ну буквально минутки 3-4 как бы побольше заварить его, чтобы погрячее было. Кипяточком, да? Кипяточком. Потому что без соли это не будет так вкусно. Обязательно нужно, чтобы присутствовать какие-то такие специи. И вот после того, как она проварилась, минут 20-15, в зависимости, смотрим, как упадет. Заворачиваем. И у нас она упаривается минут 20-30. Уварилась. И потом мы ее аккуратно... Давайте. Показывайте свою красоту. Аккуратненько вытаскиваем. И открываем. Вот у нас каша. Ой, какая каша у нас получается. Да, и вот вы знаете, что вот когда я варю... Ну, варила раньше, я так думала, что буду варить только на водичке. Добавляла даже не только вот молочко, но в конце варки добавляла немножечко и топленого молочка. Вот чтобы для цвета. И вот сегодня это было удивление, что получилась именно такая красивая оранжевая кашка. Вот она становится мягенькая. И когда много тыквы, она получается действительно вот такая вот более сладкая. И, кстати, очень полезна для работы желудочно-кишечного тракта. Вот это тот желтый цвет. Смотрите, тут еще очень важно сочетать по желтому цвету пшена и нашей вот тыквы. Недаром мы ее назвали оранжевая каша. Да, очень красивая. Так, ну здесь у нас же нет при варке ни масла, ни сахара. А вот как-нибудь что-нибудь... А вот смотрите, я помню, я вводил ее. Если добавляем туда, бывает, сахар и начинаем все это готовить, сахар, бывает, подпекает. Бывало такое? Иногда было. Иногда бывало. Значит, вот как раз сахара не кладем нормально. Вот еще раз, чтобы водички было здесь нормально, да? Да. Потом, что еще? Лучше всего, вот оно уже готово, мы с вами покладем-ка сюда топленого масла. И попробуем, как оно у нас. Так. Это вам. Это мне. И самое важное, знаете, конечно, мы используем с вами сливочное масло, но топленое масло именно для здоровья оказывается намного лучше, нежели просто сливочное. 10 августа. День Прохора. Назван в честь святого апостола из 70. Прохора. Святой Прохор первоначально сопутствовал святому верховному апостолу Петру вместе с прочими учениками. После успения Матери Божией Прохор был спутником и сотрудником святого апостола Иоанна Богослова. Вместе с ним Прохор прошел по многим странам, принимая везде страдания от язычников за благовествование имени Христова. Записывал все, что слышал от святого Иоанна Богослова. Сегодня было принято славить кузнецов. Они делали инвентарь для сельских работ, чем облегчали быть крестьян. Кузнецам даже приписывали магические способности, ведь они могли усмирять огонь. А вот что касается торговых дел, то сегодня не устраивали никаких ярмарок и не отправлялись на рынок. Говорили, в день Прохора и Пармены не стоит затевать обмена. Кстати, Пармен тоже апостол из 70. Сегодня собирали урожай груш. Приметы. Обильная роса сегодня утром, день будет солнечный. Облака плывают высоко, погода будет сухая и ясная. Оно уже, знаете, становится более теплой. Вот все, что прошло термическую обработку, ну, будем говорить, вот она как отопилась, она же теплоту вот эту воспринимала. Да. И становится какое по цвету, кстати, оно? Кремовое. Оно желтенькое становится, тоже такое золотистое, как солнечный цвет. Так же? Так же. Вот, и, кстати, вот у нас есть мед. Если уж мало сахара, можно сейчас немножечко медка добавить. Ну, это особенно там деткам. Но, вообще, для того, чтобы она вот была по-настоящему целебная, лучше всего, значит, масло топленое, пшено вареное и тыква у нас. А еще бы лучше сладенького что-нибудь добавить. Сладенькое. Сейчас попробую. Ну, и так прекрасно на вкус. Я не знаю, что-то вы еще хотите. Я так думаю, медку. Ну, хорошо, добавляйте медку. Будет совсем сладко. Будет совсем сладко. Но, знаете, когда мед смешивается, вернее, углеводы смешиваются с крахмалами, то они в некоторых случаях могут давать плохое пищевое пищевое. Почему? Нет, но мы же немножечко, мы же не будем так вот, мы просто так вот усилились. Для того, чтобы каша была действительно целебная, надо знать одну из особенностей переваривания крахмала. Оказывается, в ротовой полости перевариваются крахмалы. Они измельчаются, обрабатываются слюной и из крахмала образуется сахар. Первая стадия пищеводной. И тогда она проглатывается. Будем говорить, дальше пошло. Если у нас уже во рту имеется что-то сладкое, вот этот механизм по перевариванию крахмала, по расщеплению их, перестает работать. И поэтому он уже здесь должен обработаться, этот крахмал. А раз стадия переваривания крахмала в ротовой полости отсутствует, то она уже и в желудочно-кишечном тракте будет не так, как хотелось. И вот этот крахмальчик сосется в нашу кровь, поболтается неусвоенный, и далее он в виде супелек выйдет наружу. Потому что слизь выводится только через легкие и носоглотки. Вот почему, если человек неправильно питается, он болеет простудными заболеваниями, и вот это вот по утрам откашивается, отсморкивается и так далее. То есть получается, что приносит слизь, получается, у человека. Да, получается, что такая кашка с метком может давать слизь. Поэтому, чтобы этого не было, лучше всего, как вы сделали. И имя добавлять теперь не буду. Имя добавляю. Лучше, когда мы тщательно жуем, у нас эта каша превращается в сладенькую. Самое лучшее. И вот мы с вами как раз говорили о том, что, смотрите, столько оранжевого цвета. Мы говорили, вернее, современная диетология обычно говорит, что вот в тыкве содержится, допустим, пектины, клетчатка, которые улучшают продвижение пищи по кишечнику, витамин А, каротин и прочие-прочие витамины. Но мало кто обращал, оказывается, цвет тоже отработает. Ну, значит, там что еще присутствует? Здесь присутствует энергетика цвета. Энергетика цвета оказывает очень сильное влияние. 11 августа, день Калинника. Назвен честь святого мученика Калинника. За проповедь христианства, среди язычников, велено было обнажить и бить без пощады воловьями жилами. Потом повесили страстотерца на дереве и строгали его тело железными гвоздями. Так острогали его плоть до костей. Далее велели обуть его железные сапоги с острыми гвоздями внутрь и везти в город, чтобы там сжечь. Он вошел в середины пылавшей огнем печи и, возлегши, предал свою душу в руки Божии. Старину этот день называли туманником, поскольку утром были сильные туманы. На Руси этот день связан с ягодой Калиной, которая созревала к этому времени. Калину считали символом непорочной красоты и чистоты помыслов. А горечь ягод связывали с горькой судьбой девушки, которую отдавали замуж без любви. Калину не столько ели, как использовали в лечебных целях. Сегодня выпекали пироги с начинкой из калины. В народе существовало поверье, если сегодня человек найдет дикий куст калины, то может загадать желание и попросить у растения помощи в его реализации. И загаданные таким образом желания всегда исполнялись. Приметы. Если сегодня стоит туман, можно надеяться на хороший сбор урожая ячменя и овса. Если на калина в день нет утренников, то есть заморозков, так и на лупа, то есть на 5 сентября, не заморозит. В первую очередь, оказывается, сам по себе оранжевый цвет, который мы там, как бы сказать, съедаем вместе с кашей, он способствует восстановлению нервной и мышечной ткани. Хотите восстановиться после тяжелого труда, перенервничать и так далее, что надо сделать? Покушать тыквенные кашки. Правильно, покушать тыквенные кашки восстановит нашу и нервы, и мышцы. А еще хотелось бы немножко вернуться назад. Вот вы говорите, у меня моя приятельница недавно сломала руку при гололюде. Так оказывается, значит, что и при переломах это все очень... При переломах особенно порагает вот это вот пшено. Именно оно способствует тому, что даст, ращивает. Поэтому пшено хорошенько разваривайте, чтобы она хорошенько разварилась и именно в воде, и с этой кашкой едите. Будет великолепно действовать как хорошее средство, которое... Кстати, возвращаясь теперь к нашему рыжему цвету, что он еще делает? Ну, все любят сейчас найти такую там сексуальность. Оказывается, он способен поддерживать сексуальность, лечит болезни, связанные с нарушением мочеполовой системы. Вот, что важно. И согласно Айурведе, Айурведа это наука, индийская наука о жизни. Оранжевый цвет оказывает целебное действие при заболеваниях, вызванных сухостью в организме. Вот, он улучшает кровообращение и цвет кожи. Что бы ни было ни инфаркта, ни инсульта, никаких там расширений вен, ни геморрой и так далее, значит, вот это вот надо кушать. Чем больше, значит, рыжего цвета, чем больше у нас тыкви будут в каше, тем лучше. Да, и, кстати, сам по себе, вы знаете, топленое масло, оно тоже в этой кашке способствует тому, что наши сосуды смягчаются. И замечено, кто ест постоянно или регулярно топленое масло, у телососуды становятся настолько эластичными, что ему не страшны ни инфаркты, ни инсульты. Что в себе очень хорошо. Великолепная профилактика. Так же? Так же. Так, Геннадий Петрович, вот вы говорите, что на молочке нельзя, а маслица мы добавляем. Так и там жиры, и там жиры. Есть действительно и в молоке жир, и есть жир и в масле, но все дело в том, что в молоке еще имеется белок. А вот сочетание вот белков с крахмалами, которые здесь как раз, вот не совсем желательно. И именно вот этот вот, в молоке имеется слизь, это очень важно понимать. Молоко, согласно Аюрведе, это продукт, который вызывает образование слизи в организме. То есть вот ребеночек, он, сами знаете, он такой мягонький, большой, у него много воды. И он часто болеет чем? Простудными заболеваниями, да. Поэтому, а чего? Да потому что вот как раз он питается в основном молочной пищей. Но он еще хорошо, что он ее усваивает. А вот когда молочная пища, она сочетается с крахмалами, она не особо хорошо, вот это не особо хорошее сочетание, и приводит к тому, что образуется как раз вот эта вот слизь. Именно из-за того, что там белочки имеют. Белочки и так далее, и тому подобное. Поэтому лучше всего на молочке не делать. В редких случаях, когда человек хочет, знаете, ну будет он особо так, ну какая-то худышка там еще, ну тогда можно там еще на молочке. А для всех остальных, вот именно чтобы целебные, ну знаете, лучше так ответим. Для того, чтобы была эта каша именно целебная, лучше использовать воду. Если вы хотите вкус, чтобы у вас был какой-то, ну можете на молоке сварить. Но тогда целебные свойства потеряются. Они будут не такими ярко выраженными, как на воде. 12 августа, день силы. Назван честь апостола силы. Святой апостол Сила был избран старшим апостолом на служение делу проповеди Слова Господня. Сначала он трудился вместе со святым верховным апостолом Павлом, а потом и один без него. Так в Филиппах они изгнали пытливого духа из служанки, которая через прорицание доставляла большой доход своим господам. Господа, лишившись дохода, схватили Павла и Силу и стали объединять их в том, что они возмущают жителей города. Сегодня проводились различные обряды, которые придавали человеку силы. Поговаривали, что в силен день любой мужичок богатарем становится. Сегодня много работали, чтобы в остальные дни быть могучим, здоровым и активным. В этот день была распространена традиция срывать листы лопуха с трех разных кустов и прикладывать их к ногам, где были болевые ощущения, для их устранения. В народе было такое поверье. Если сегодня ведьма выпьет молока, то она умрет. При этом они пьют так много молока, что задаивают корову до смерти. А после этого ведьма уже никогда не воскреснет. Приметы. Если день дождливый и ветреный, будут затяжные дожди. Прохладная и пасмурная погода будет суха в течение нескольких дней. Для того, чтобы была эта каша именно целебная, лучше использовать воду. Если вы хотите вкус, чтобы у вас был какой-то, ну, можете на молоке сварить. Но тогда целебные свойства потеряются. Они будут не такими ярко выраженными, как на воде. Нет, желательно, конечно, чтобы это было целебно. Значит, только на воде. Да, и на воде. И воду лучше всего настоять на кремнии. Кремнии, оказывается, он не только там особую структуру дает в воде, но он еще насыщает ее, знаете, такими веществами, которые нужны таким же кремнием хотя бы насыщать. Которые делают наши сосудики эластичными. Мы уже говорили, чтобы не было инфарктов, инсультов. Почему мы эту кашку едим? Да потому что в ней содержатся такие вещества, помимо того, что мы говорили о цвете, которые наши сосуды делают мягенькими, эластичными, как в юности. А под старость, что под старость происходит с организма, ну-ка скажите? Увидает. Увидает, то есть он теряет воду и теплоту, он высыхает. А раз он высыхает, то, значит, надо противостоять этим процессам печень. Значит, топленым маслом, значит, вот структурированной водой, которая есть, и кашкой. Кашка-то это вызывает образование еще теплоты. И мы будем лучше себя чувствовать. Очень хорошо. Значит, это вот, больше такого рецепта дома даже не будет на молоке. Только на воде. Ну да, только на воде желательно делать. И с добавлением топленого маслица. И, кстати, Надежда Ивановна, в лечебном отношении оранжевый цвет очень эффективен при заболевании к селезенке, улучшает переваривание пищи и ее распределение по всему организму. И весьма высокий процент, который лечится с помощью вот такого вот рыжего цвета, это, значит, такие легочные заболевания, как там воспаление легких, там воспаление трахи, там бронхи, глотки, пищеводы. Все это хорошо подается лечению и особенно бронхиальная астма. И, кстати, вот я смотрю у вас, у вас тоже такой солнечный цвет, то есть волосики такие. У вас какой собственный цвет волос был? Русый. Русый, да? А вы что-нибудь заметили, вот когда вы покрасили волосы в такой цвет, что-нибудь изменилось в вашей жизни? Да. Что изменилось? Тепло становится. Тепло становится для того, чтобы, видите, как цветом можно воздействовать. Можно в кофточку одеть, а можно в волосы вот в такой цвет. Очень интересно. И получается, что этот цвет начинает влиять на нашу судьбу, начинает влиять на нашу жизнь. И у нас она расцветает совсем по-другому. Была какая-то там брюкла, каких-то знакомств они тебе были. А это как солнышко. Да. И люди совсем другие притягиваются, совсем иное идет настроение. Мягкость идет в общении. Вот, мягкость в общении уже чувствуется намного лучше. Очень интересно. А сердце укрепилось от рыжего вкуса, вернее, от рыжего цвета она тоже хорошо укрепляется. Как у вас раньше были какие-то проблемы? Только колнет, не колнет, там или еще что-нибудь. Бывает. Бывает. Поэтому очень хорошо этот цвет использовать в лечении сердца. Да, он помогает еще при заболеваниях, эпилепсии, что очень важно. Он проникает, что замечено. Значит, вот есть цвет, который, вернее, цвет, он не глубоко в ткани там проникает. А вот зато оранжевый цвет, он зато глубоко проникает в организме. И как раз вызывает все такие процессы. Нервная ткань, как я говорил, мышечная ткань ее восстанавливает. А когда мы эту кашку видим, все это идет у нас изнутри. И мы начинаем совсем по-другому чувствовать, расцветать. А кишечник как работает? А раз работает отлично кишечник, то весь организм здоровый. Правильно. На этой ноте мы и закончим нашу передачу. 13 августа день Евдокима, назван в честь святого праведного Евдокима. Он служил в войске, отличался добродетельной жизнью, усердно соблюдал заповеди Божии, пребывал в посте, воздержании, молитве и сокрушении о грехах. Прилежно занимался изучением божественных книг. Оказывал щедрую милость нищим, убогим, сиротам и вдовицам. При этом соблюдал девственную чистоту. Он настолько был целомудрен, что не позволял себе ни беседовать с женщинами, ни смотреть на них. Этот день известен как заговение. Перед наступающим Успенским постом проходит с 14 по 27 августа. Слово «заговение» обозначает возможность есть обычную пищу – мясо, молоко, яйца. В Успенский пост люди питались весьма разнообразно. Он приходился на летний период, когда много овощей, фруктов и ягод. Пекли хлеб из нового урожая. Популярна была репа. Сегодня это забытый овощ. А раньше ее варили, жарили. Использовали в качестве начинки для пирогов. Настаивали квас, варили кашу. Кстати, святого праведника Евдокима сегодня почитают как покровителя дома и семьи. Также проводили специальный обряд, чтобы во время работы в поле у бараны зубья не ломались. Приметы. Сильный ветер на Евдокима к снежной зиме. Чтобы работа шла легче, сегодня следует обязательно поработать. Сегодня у меня в гостях привет Прохор Шалякин. Добрый вечер. Человек он творческий. Прохор, интересная тема вегетарианства. А почему она тебе интересна, вот эта тема вегетарианства? Что хочешь это? Я вообще знаю, что от мяса люди стареют быстрее, потому что его тяжело переваривать и начинает образовываться на лице даже видимость этой тяжести. Вот поэтому я не то, что 100%. Знаешь, что нам мясо нужно? Тем более, они как клыки есть. Я скажу, что они как раз для этого нужны. Чтобы их вырывать, да? Да. Поэтому частично вегетарианство, то есть я иногда отказываюсь на какой-то период времени от мяса, очищаю себя и легче себя чувствую. Но мне вот интересно, не повредит ли это здоровье в принципе, потому что много мнений очень по поводу отказа от мяса. Хорошо. Начнем тогда с мяса, да? Действительно, мясо... Почему тяжесть возникает от мяса? Потому что мясо такой продукт, который для своего расщепления и усвоения требует больше всего энергии, и за счет этого он дольше переваривается, и человек чувствует, ага, у меня там тяжесть имеется и прочее, прочее. Особенно если мясо это жирненькое, потому что жирненькое мясо вкусно. Вот, но если его съедать с овощами, а при этом овощей надо брать разом 3-4 больше, причем, знаешь каких овощей? Листовых. То есть это капуста, это бахарский перец, это петрушка, это кинзатор, укроп и так далее. А помидоры и огурцы, что мы в основном? Пойдет, пойдет помидоры и огурцы, но не так, как хотелось бы. Оказывается, именно чтобы переварилось мясо, лучше всего использовать листовую зелень, и тогда ферменты, которые находятся в ней, хорошенько все переварят. Но зелени должно быть свежей в 3-4 раза больше. Тогда нормально получается. Надо съесть кусочек вот такой мяса, и вот столько зелени получается. И тогда тяжесть не будет, все так сказать, пройдет туда, куда надо. А когда мясо с хлебом, это самое плохое сочетание, которое может быть, потому что оказывается, на мясо своя среда требуется в желудке, на хлеб своя среда, и они несовместимы. И поэтому этот кусочек падает, и желудок думает, а что мне, как вы сказать, переварит свой очек. И поэтому давай-ка я тогда выделю столько желудочно-кишечных соков, чтобы все это переварилось, он заливает желудок полностью, и мы ходим, особенно от пельменей, ага, вроде бы сытно. И естественно, если человек ест много мяса, что происходит? Происходит, что белок у нас обновляется, и он выделяется через почки. Если мы переедаем мясо, то чрезмерно страдают почки, потому что белок, в отличие от жира и крахмала, и углеводов, не откладывается в жир у нас, а должен выходить. Если он не выходит, клеятся мочекистые камушки. А я еще хотел спросить очень интересный вопрос. Я слышал, что полезнее есть сырое мясо, нежели термически обработанное. Потому что сырое мясо, я слышал, что легче переварить человеку. Я вот очень люблю иногда тартар. Вот из говядины во Франции, в Париже, когда сидели, мы наворачивали этот тартар, у меня же слюнки потекли. И в общем, это так вкусно, и прямо вот его хочется есть и есть. И вот мне интересно это. Ладно, как-нибудь буду в Париже и попробую, что такое тартар. Это мясо перерубленное, свежая говядина. То есть, ну там немножко яйца сырого добавляют, всякие приправы и все. То есть, это не жарится, не парится. Вот, оказывается, еще давным-давно проводили опыты, какое мясо переваривается лучше. И все заключалось в том, что брали удала. И вот было непонятно, он заглатывал целого кролика. И по расчетам ученых, он должен был выделять там в ведра два желудочно-кишечного сока, чтобы все это переварилось. А на самом деле этого не происходило. И вот они сделали следующий опыт. Взяли две лягушки, одну сварили, а другую сырую, просто на простом виде. И бросили в два стаканчика с желудочно-кишечным соком человека. И смотрят, опыты у них все простые. Смотрят, вареная лягушка начала перевариваться, потом остановилась. Сырая сначала не особо, а потом все растворилось полностью. Вся, кости там, все, ничего не осталось. И вот они задумывали, что ж такое. И был выведен следующий закон. Оказывается, в клетке, каждая клеточка, она содержит внутри себя такие капсулы, которые называются лизосомы, с особым ферментом. Именно этот фермент расщепляет там пищу, которая поступает в клеточку. И оказывается, если мясо сырое, все эти ферменты активны. И соляная кислота человека, животного, она просто-напросто разрушает вот эту оболочку клеток и разрушает вот эти капсулки с ферментами. Ферменты выходят, и клетка переваривается под действием своих же собственных ферментов. Оказывается, так питаются пауки, они просто-напросто в муху впрыскивают свой сок, и дальше получается, что все переваривается под действием своих же собственных ферментов в мухе, и они его только в бульон и так всасывают. Нечто подобное и у нас, и у хищников, потому что хищники вообще глотают. У них настолько мощная соляная вот эта вот кислота, которая просто-напросто мембранки разрушала, эти лизосомы разрушились, ферменты вышли, и все переварилось. Кстати, вы, наверное, смотрели фильмы «Дискавры», где показывали удал заглатовый с копытами, с рогами и так далее, с шерстью, на выходе практически ничего нет, все переваривается. Представляете, какая мощная? Ну вот сырое. Поэтому сырое именно мясо, снабженное специями, специи нужны для того, что есть ли там, есть ли там паразиты и так далее, они, естественно, как маленькие образования, содержащие, ну, вы знаете, что такое яйцо гельминта? Она покрыта такой воскоподобной оболочкой, которая легко разрушается с помощью специи, она сжигается просто на простое все. И все сырое сюда пошло, под действием соляной кислоты эти все эти ферментики вышли, и все переварилось, поэтому легкость. 14 августа, Медовый Спас. Сегодня отмечали один из главных церковных праздников, который называется Медовый Спас. Этот праздник был установлен в первый день Успенского поста. Мед освещали, и только теперь его разрешалось есть, не только для тела, но сладости духовной. На Медовый Спас даже нищий мед пробуют. Пасечники сегодня обязательно заламывали и порезали соты, поскольку считалось, если не сделать этого, то соседские пчелы притаскают мед к себе в улей. Сегодня проходили проводы лета, ночи стали достаточно длинными, а утренние росы холодными. Сегодня в обязательном порядке пчеловоды приносили в церковь свежесобранный мед для освещения. Также приносили овощи и семена этого урожая, чтобы осветить их на богатый урожай в следующем году. В этот день традиционно освещали колодцы. Даже прозвали этот день Мокрым Спасом. Священники освещали не только колодцы, но и реки, озера, родники, после чего купались в них. В южных регионах этот день имел еще одно название – Маковый Спас. Было принято собирать мак и использовать его в пищу. Пекли булки и пирожки с маком. Семенами мака обсыпали дом, хлев, чтобы в них не проникла ведьма и не навела порчу ни на людей, ни на скотину. Кстати, домашних животных в этом году последний раз покупают именно в этот день на Медовый Спас. После Медового Спаса начинали распахивать поля для подготовки к новому урожаю. Продолжался сбор ягод в лесах. Приметы. Какой будет погода сегодня, такой она будет и 28 августа. Если поспели крупные ягоды малины, можно сеять рожь раньше. Если они средние или мелкие, спаси вам лучше подождать. Если сегодня идет дождь, рожь не сей. И вот тут ферменты не работают, которые находятся в мясе. Надо все это растащить под действием собственных соков. Поэтому тут поджелудочная железа напрягается, в желудок напрягается. Все это... Вот так вот и... Таблетками люди заедают. И процесс... И процесс пищеварения затягивается. А особенно он затягивается на больший срок, когда еще съедается жир. Жир вообще раза в два тормозит. С жиром-то мясо вкуснее. А с жиром я не люблю мясо. Я не люблю. Я, например, люблю рыбу. Очень вот там семгу, форель там, да, вот я очень могу есть ее. Вот. И жирное мясо, вот свинину я не люблю совершенно. То есть просто вот не люблю ее. Почему-то брезгливо к ней отношусь, потому что как вспомнил, что свиньи едят отбросы, и как-то вот это все неприятно. Потому что щиплет же, теленок щиплет травку, и как-то вот еще можно его съесть. Вот смотрите, очень верное замечание, сделанное Прохором. Пища строится, в том числе животная пища, должна, как бы сказать, с живых продуктов. Травка вырастает. А это еще в свое время Бюрхер Беннер сказал, что существуют различные виды, Бог говорит, продуктов, которые аккумулируют себе солнечную энергию. И вот зеленая травка, она столько раз выросла, это, он говорит, аккумулятор первого рода. Потому что он саккумулировал солнечную энергию. Только солнце дает нам энергию, больше ничто не дает. И поэтому это самая мощная энергия. Значит, когда человек ее поедает, или животное, он сразу в эту свою энергию поступает, значит, хорошо делается. Когда животное седает, это уже аккумулятор второго рода получается, потому что животное там село. А когда это еще переработалось и сварилось, энергия просто становится труднодоступная. Вот я, например, беру яблоко и такой пример, знаете, показываю. Вот яблоко, можно его съесть и получить пользу. Что делают ученые? Ученые говорят, вот в этом яблоке содержится столько-то калорий. Ясно, понятно. Съев сырое яблоко, мы их получим. Но они все это кладут в калориметрическую печку, нагревают, оно обугливается, калории сохраняются, уголь мы не едим. И поэтому уже подошло время тебе показать, как бы сказать, прелесть питания, здоровой кухни. И мы с тобой сейчас сделаем такой сок, который как раз, знаешь, вот будем говорить так вот, почему действительно питание целебное и чем оно целебное? Оказывается, не тем, что-то там в мясе содержится мясо, там еще что-то, а наличием живых активных ферментов. Где их больше, они сразу же поступают в армии и начинается сработать. Ну вот говорят, есть живая еда, есть мертвая еда. И как раз мы с тобой сделаем самую лучшую живую еду, это свежевыжатый сок. Вот смотри, сейчас мы с тобой как раз сделаем такое блюдо, которое нас набжает полноценной энергией и дает нам, знаешь, только здоровье и те микроэлементы, которые сразу же начинают действовать. Потому что все вареное надо оживить сперва. А это все сразу раз, кровотворение и прочее, прочее. Итак, мы берем с тобой яблочки, сделаем один из вкуснейших соков. Это яблочно-свекольный. Я сейчас просто попробую, какое яблочко. То, что надо яблочко. Для сока яблочно-свекольного берите яблоки сладкие или кисло-сладкие. Вот. Свекла должна быть свежая. Некоторые говорят, что свежая свекла, там она там вредная, что-то там оказывает, ничего подобного. Она будет работать так, как надо. Но свеклы должно быть примерно раза в 4-5 меньше сока, нежели яблочко. Итак, в свекле содержится биологически активное железо. И железа этого мало, но она прекрасно усваивается и обладает великолепнейшими кровотворными свойствами. А самое интересное, почему кровотворными свойствами? Я так смотрю, не маловато нам двоим будет? Наверное, маловато, может, еще. Хорошо. Оказывается, кровь создает все ткани в организме. И если кровотворение нормально, человек обновляется и постоянно молодеет. Если этот процесс у вас... Хотя бы не стареть, потому что некоторые родители уже выглядят на 40 лет. Вот. выпьем животворящий яблочно-свекульный сок. А, смотри. Раз ты любишь так мясо сырое, оно тебе что-то должно напоминать. Можно сказать, своеобразная кровь. Молодую кровь. Выйдем за здоровье. Потихонечку попробуем. Потихонечку. Ну что? Сладкий, вкусный сок. Сладкий, вкусный. На редкость очень приятный. 15 августа. День Стефана. Назван честь перенесения мощей святого первомученика и архидиакона Стефана. После того, как иудеи побили камнями Стефана, его честное тело лежало без погребения более стуток. Его бросили на сиденье псам, зверям и птицам. Но никто не коснулся тела, ибо Господь охранял его. Верные люди похоронили тело в пещере. И только после окончания гонений на христиан мощи Стефана чудесным образом обнаружились и перенесли в Константинополь. На Руси Стефана переименовали в Степана. Называли этот день и Сеновалом через окончание сынокосных работ. Также Степан Сеновал известен как покровитель лошадей. В этот день лошадей поют освещенной водой, погрузив в нее серебряный предмет. Обычно для этого используют шапку, в которую клали серебряную монету. Монету потом прятали в конюшне, обычно под яслями. Этим наши предки защищали животных о нечистой силы и болезни. Также считалось, что лошади будут более послушны своему хозяину. А монета, используемая в обряде, переходила от отца к сыну по наследству. Сегодня старались завершить все работы, связанные сенокосом и накрыть сено от дождя. Собирали травы, из которых плели Степана в венок. Его вешали в красном углу избы, где иконы. Когда кто-то заболевал, отрывали пучок травы и заваривали травяной чай. Полагали, что дух летнего луга отгонит недуги и хвори. Верили и в то, что сила Степанова венка сохраняется вплоть до следующей весны, до Иларионного дня, 10 апреля. Приметы, какой будет погодой на Степана, такой будет и весь сентябрь. Лягушки заквакали к дождю. И свекла практически не чувствуется. Это надо утром пить в основном или когда хочешь? Это можно пить перед едой за 30 минут. Я хотел спросить еще у вас можно ли есть отварную рыбу? Мы понимаем, что ее можно есть, но есть в ней какой-то смысл для нашего организма? Смысл несомненно конечно есть. И причем смысл может быть следующим. Одно дело просто накормить что-нибудь положить в организм и пускать. Да нормально, нормально. Вот как там организм будет с ним разбираться это дело. А вот если хочешь чтобы это все дало определенную пользу, а тем более исцелило, то тут уже к продуктам надо избирательно подходить. А именно рыбку можно, но опять-таки если она творная, пускай будет, ее можно или запеченная опять-таки с овощами. И не так уж много. Она легко довольно-таки переваривает. Но она легче намного чем у нас. Намного легче, чем мясо. Вот овощи должны присутствовать. И пускай эти овощи будут запеченные. Гриб, болгарский перчик, что-то еще там, баклажанчик и так далее. Ну во всех ресторанах так и подают в основном рыбу если в ресторане ее заказывать. Вот единственное, чтобы после не запивать. Потому что как человек скушал рыбку, скушал мясо или скушал любой другой продукт и после этого начинает чем-то запивать желудочно-кишечные соки, которые выделились у него растворяются. Разбавляется. И пищеварение останавливается. Даже горячим чаем нельзя. А чай что, не вода? Мне сказали, что чай надо горячий после вот особенно жирной пищи, потому что он помогает как бы жир протолкнуть дальше и как бы вот. Вот смотрите, действительно, просто что-то протолкнуть. Не переварить, а уже протолкнуть. Потому что жир переваривается очень долго. Любые продукты требуют своей технологии приготовления и также употребления. И после они требуют определенного срока, в результате которого они перевариваются. Жирные продукты требуют больше всего времени. Поэтому их надо есть когда? Утром. Ну, в основном я просто смотрю у своих родителей. Они тазами едят еду, стругают салаты вот эти оливье, особенно если какой-то праздник, все, это начинается. То есть я говорю, мама, вы же, ну они полные у меня совершенно, они уже зафигуры. Какая мне фигура, у меня возраст? Хотя какой возраст? Моей маме 49 лет всего. Смотри, дело даже не в том, что полные люди, а дело в том, что эта полнота становится нездоровой. и начинается гипертония, предрасположенная к сахарному диабету второго типа, сустава и пятое, десятое, то, естественно, это питаться из-за того, вот, чтобы ферменты были, чтобы они расщепляли полноценную пищу и делали нас тройнее, давали нам жизнь. кстати, я тебе приготовил еще одно блюдо, в котором именно присутствует, вот если ты сейчас выпил, и как бы сказать, жизнь там есть, не есть, ну, что-то так, да. пока еще чуть-чуть есть во мне. Я имею в виду продукт. То сейчас я тебе хочу приготовить следующее блюдо, которое по-настоящему поднимает энергетику и жизненный потенциал организма сразу же и на много. Вот. А вы знаете, почему я сделал вывод, что вот мясо, оно отяжеляет, отягощает? Мне как-то раз одна моя подруга посоветовала, говорит, съешь пророщенный горох. Я так думаю, что какой пророщенный горох еще, какая глупость. Вот я пью кефир, если голодна, и пророщенный горох. И я один раз купил этот пророщенный горох, вот он как вот это только в горошек. Это пророщенная пшеница. Да. И в общем-то съел его, кефиром запил, и в общем у меня не было никакого-то расстройства желудка, как многие там подумали бы. Вот. У меня появилась энергия, настроение поднялось, и я не хотел есть. Вот. И я задумался на эту тему, что очень много зависит от питания. Взять моих родителей, они едят тоннами, все время уставшие, все время хотят спать, или там у них голова болит, пища, которую люди наполняют себя и толстеют, и от нее плохое настроение, и все, только хуже. И болезни. И болезни. А есть какая-то ну какая-то вот пища, вот как... 16 августа, день Исаакия. Преподобный Исаакий имел обитель близ Константинополя. Уже достигший глубокой старости, он почувствовал приближение смерти, созвал братью, преподал ей последнее наставление и поставил игуменом вместо себя преподобного Далмата, от имени которого и сама обитель получила последствия название Далматское. Сам Далмат проводил жизнь полного воздержания. По стом и молитвы преподобный Далмат побеждал бесовскую силу. Православной церковью сегодня почитается и память Антония Римлянина, новгородского чудотворца. Он жил в 11-12 веках, был рожден и воспитан в семье богатых православных римлян. Рано стал сиротой, большую часть наследства раздал нищим, а остальную выбросил в море. Сам принял монашеский постриг, около года прожил внутри скалы близ моря. Там он проводил время в размышлениях о Боге и молитвах. Однажды Антоний, когда он стоял у подножия скалы, скала отломилась и не вместе упали в море. Но не утонули, а поплыли. Проплыли через Средиземное море, Атлантику, Ладожское озеро, Неву и Волхов. В результате Антоний оказался на территории Новгорода. Сначала он не понимал русского языка, но после совершенной молитвы смог понимать и говорить. Далее он купил землю на имущество, которое ранее выбросил в море. Это имущество выловили рыбаки в Новгороде. Около 16 лет управлял обителю Антоний, пока не скончался. Сегодняшний день народе называют днем Исаакия Малинника и днем Антона Вихревея. Малинником потому, что в это время созревала малина, а Вихровеем были частые сильные ветры. Смелые люди даже отправлялись на перекрестки вихри сторожить. Называли этот день и орешником, поскольку поспевали орехи, приметы. Какого Исааки таким будет и Николас Зимний 19 декабря. Сильный и прохладный ветер сегодня будет суровая зима с высоким снежным покровом. Теплый ветер зимой будет много снега без сильных морозов. Сегодня не убирали в доме или в амбарах, чтобы свое счастье и богатство не вымести. Сладенькое любишь? Я сладкоежка вообще. Сладкое. Без сладкого не могу. Оооо, ну это как раз тогда будет для тебя. Это блюдо как раз для Прохора. Итак, мы делаем следующее блюдо. Это убираем. И вот говоря о вегетарианстве, я как раз сейчас приготовлю блюдо, которое подходит для тех, кто ест кисломолочные продукты. В качестве основы мы возьмем вот как раз проросшую пшеницу. Я при ней только хорошая слышу, что она дает энергию, что она... Вот. Она дает энергию, потому что прорастает. Здесь есть жизнь. Если не было бы жизни, здесь ничего не прорастало. И наша задача эту жизнь встроить в свой организм. И нам в этом поможет вот этот вот блендерик. Так, это мы сюда кладем. Просто так. Значит, это периодически можно употреблять, да, чтобы чуть-чуть с организмом? Это можно употреблять практически ежедневно в качестве завтрака, в качестве ужина, после того, когда пришел с концерта, с тренировки, хочется покушать. И чтобы не обременяла пища, как раз вот она будет делать то, что надо. Так, прорастая пшеничка есть у нас. Теперь смотри, что мы делаем. Мы сюда берем творожка, используем. творожок, опа, столько. Так, теперь мы сюда, ты любишь сладенькое, мы медка добавляем, вот, меда добавили, есть медочек, так, варенье, можно варенье, но мед лучше, мед лучше, и кисломолочный продукт, просто квашу, кефир, ряженку, опа, давай. А живот потом не схватит? Живот? Да, вот интересно. А с чего? А посмотрим. Посмотрим. И даже сюда можно добавить немножко и тыквы, ну ладно, делать не будем. А можно тыквы все-таки добавить, потому что я очень люблю тыкву, у меня бабушка вот в Волгограде все время ее готовила, но я так не умею. Хорошо. Сейчас мы добавим тыкву туда-сюда. Тыкву добавляем так, опа, отрезали ее. А у нас вот такие тыквы расширены. Вот это самое лучшее, когда большие тыквы и сладкие они. Так. Так. А что вы можете сказать по поводу тех людей, которые ну вообще мясо не едят? Я просто о том, что кулаки у нас есть, они присутствуют. Значит, они говорят о том, что мы должны есть все равно мясо. Но это не говорит о том, что если клыки есть, то значит обязательно надо употреблять мясо. Потому что существует строение оценивается не столько по клыкам, оно оценивается по устройству желудочно-кишечного тракта. И получается, что и у обезьян имеются клыки, но они в основном едят фрукты, которые зерна собирают, травку. Это следует иметь ввиду. Вот. Поэтому не то. То есть отказываться от мяса навсегда в принципе может человек позволить себе. Или есть такие типы, которые просто нельзя им отказываться, иначе... отказаться от мяса любой человек конечно может в зависимости от того, какую он преследует цель. Если он просто-напросто не хочет никого убивать, это уже из идейных соображений. Если он на какой-то срок оставляет мясо, чтобы очиститься, это другое. Вот я только очиститься меня интересует, для здоровья человека. и как раз православные посты рекомендуют отказаться от животной пищи на какой-то срок, для того, чтобы просто-напросто очиститься и облегчить свое состояние. Об этом мы еще с тобой как-нибудь поговорим. А сейчас готовим наше блюдо. Опа! Это наше блюдо готово. Ну-ка, давай-ка его попробуем. Что у нас получилось? Так. Кстати, тут тыква дала соответствующий цвет. Кстати, вот этот желтоватый цвет, знаешь, для чего полезен? Для чего? он полезен для того, чтобы голос звучал лучше. Раз. И зубки отбеливались. Тыква, оказывается, отбеливает зубы. Пробуем. Что у нас получилось? Я вот завтракаю, предположим, так, а потом не могу понять, все-таки мясо я могу есть сколько хочу, меньше мне его, или как вот по-моему? Мясо всегда будешь есть столько, сколько тебе надо. Вот почему? Потому что ты еще растешь, человек ты молодой, двигаешься, но для того, чтобы оно полноценно усвоилось, раза в три, в четыре, добавляй туда еще зеленый. Спасибо вам огромное, я очень рад, что сегодня побывал у вас. 17 августа, день Авдотии. Сегодня почитается память святой Авдотии, Евдокии. Она жила в четвертом веке, родилась в семье богатых римлян. Во время гонения на христиан она вместе с девятью тысячами верующих была арестована. Находясь в плену, она продолжала проповедовать веру во Христа среди персидских женщин и многих обратила в религию. За это ее подвергли жестоким издевательством. Сначала били валуевыми жилами, потом суковатыми палками, протыкали ее тело лучинами и, наконец, обезглавили. Сегодняшний день имеет несколько названий. День Авдотии сеногнойки, Авдотии малиновки, Авдотии огуречницы. Шли дожди, надо было сохранить сено от гниения, потому старались до наступления этого дня укрыть его в амбарах и защитить от влаги. Заканчивался сезон сбора малины, ведь малина одна из самых любимых и доступных лакомств для крестьян. Также были известны целебные свойства малины, а потому ее заготавливали впрок и использовали с наступлением осенне-зимнего периода. Огуречницы называли потому, что собирали урожай огурцом. Также созревали лук и чеснок, которые отлично подходили для консервации огурцов. Приметы Какая погода на Авдотью, такая и в ноябре будет. Дождь на сеногнойку, все, неубранное сено, сгниет. Сегодня мы приготовим один из рецептов очень вкусного, полезного и целебного супа. Суп у нас будет овощной, с проросшей пшеницей. Должен быть вкусным. Могу уже начинать? Ну, подождой, постой, постой, Танюша. Дело в том, что очень важно перед тем, как мы готовим пищу, получить благословение и прочитать молитву благодарственную для того, чтобы наше блюдо было наиболее и вкусно, и целебно. Есть такая легенда еще, она пошла с Киевской Руси, приехал однажды князь в Киево-Печорскую лавру к преподобному Феодосию, вот, откушал, кушания у него различные, так они ему понравились, вот даже зачитаю, значит, князь говорит преподобному, ты знаешь, отче, что мой дом наполнен всеми благами мира, но такой вкусной пищи, как у тебя, я не вкушал, почему? Открой секрет. И преподобный Феодосий как раз отвечает, что говорит, да, у тебя там готовят рабы твои кушания, она, значит, вроде бы дорогой, они там варят, но, что они делают? Они, перед тем, как приготовить, кто пойдет готовить, кто пойдет не готовить, ругается, раз, значит, когда готовят пищу, бронятся два, разжигают огонь, бронятся там три, и все у них получается подневольно, а у меня же совсем наоборот, надумало братья готовить пищу, вот как раз смотрите, как отвечал блаженный Феодосий, если благий владыка, ты хочешь знать, почему это, послушай, я тебе скажу, когда наше братье собирается варить горячую пищу, и как раз мы ее собираемся варить горячую пищу, или печь хлебы, хлеб очень сильно в себя вбирает информацию, они соблюдают такой порядок, прежде всего приходит инок к игумену и берет у него благословение, потом, поклонившись перед святым алтарем три раза до земли, зажигает свечу от алтаря, этим огнем зажигает трава, видишь, от алтаря зажигается, что интересно, зажигается, значит, огонь в поварне или в хлебне, а когда нужно вливать воду в котел и ног говорит старшему, благослови отче, то есть, вот у нас водица, надо обязательно к ней отнестись с любовью, с благодарностью, мысленно хотя бы, она впитает эту информацию, раз, Ну тогда, переведя на сегодняшнее, не то чтобы время, а на сегодняшнюю ситуацию, так как мы не в церкви, у нас нет алтаря, от которого мы будем зажигать огонь, у нас электрическая плита, я думаю, перед началом еды тогда можно прочитать одну из ярких, коротких молитв, насколько я знаю, если время до полудня, то имеет смысл произносить Господи, спаси и сохрани, если время после полудня, нужно обращать к Богородице, Пресвятая Богородица помилуй меня грешную, ну или грешного. Не, не, там несколько иная молитва, значит, как ты говорила первую молитву? Господи, спаси и сохрани. Да, Господи, спаси и сохрани, этого достаточно. Тогда я поставлю воду. Ставим уже воду, чтобы она начала, воду мы уже обработали. И вот, когда мы вообще с вами говорим о приготовлении пищи, для того, чтобы она была и вкусная, и самое главное, целебная, первым делом надо, естественно, помолиться. 18 августа. День Евстигнея, житника, назван в честь святого мученика Евстигнея. Он очень долго служил в армии, около 60 лет. Известен он и как собеседник святого мученика Василиска, описавший его страдания. Когда отрубали голову святого Василиска, Евстигней видел изображенный звездами на небе крест. В дальнейшем он вооружился силою крестную и мужественно боролся с противниками праведной веры. В глубокой старости он стал облегчать отступников, за что и пострадал. В этот день наши предки закликали жнивы, а именно, выходили в поле и призывали землю помочь в созревании посевов. С этой целью они поворачивались лицом в одну сторону света и произносили заговор «Мать сыра земля», уймив всякую гадину нечистую от приворота, оборота и лихого дела. Затем выливали на землю немного масла и так делали еще три раза, поворачиваясь лицом на каждую сторону света и произнося заговор. Верили, что это защитит их поле, то есть жниву, от ветров, метелей, града и прочих природных бед. В конце обряда горшок с маслом оставляли в поле. Сегодня была распространена традиция, нужно обязательно было есть хлеб с солью и луком, запивая квасом. В избах развешивали связки с луком, считая, что это улучшает воздух. Действительно, фитонциды лука очищают воздух от бактерий и микробов. Сегодня хозяйкам полагалось замесить хлеб из муки первого помола, чтобы до следующего урожая не испытывать недостатка в продовольствии. Когда жали хлеб, то старались найти стебель, на котором одновременно росло бы 12 колосев. Его хранили до следующей весны и называли житной маткой. А во время следующего посева зерна житной матки бросали в землю, чтобы получить богатый урожай. Приметы. Считали, что какая погода сегодня, такой будет декабрь. Если сегодня земляные черви выползли из-под земли, это к дождю. При работе в поле не рекомендовалось петь. Можно только по дороге от дома к полю и обратно. Если сегодня вечером эхо слышно далеко, следующий день будет теплый. Если же эхо гулка, то будет пасмурным. Если пиявки на поверхность воды всплывают, это к дождю. В этот день собирали лук, чтобы он успел высохнуть. Еще в Библии сказано, что прежде было слово и слово было Бога. Слово было Богом. Поэтому вибрации, которые вокруг нас витают, они пронизывают всю воду, пищу. И тем самым, если они хорошие, они, естественно, нас будут делать более сильными, более молодыми, более здоровыми. Если же они какие-то разрушительные, мы о чем-то там думаем или еще механически режем, овощи, а овощи как раз, смотрите, они состоят из воды. Или там хлеб уже никто не печет. Кстати, картошку режем и так далее. Картошка. Кстати, а стоит ли чистить картошку? Так как мы с вами готовим целебный наш супик, для того, чтобы он был по-настоящему целебный, я видел, что ты хорошенько все это помыла. Самое важное помыть. Дело в том, что в кожуре картошки содержатся такие микроэлементы, которых нету в середине. Поэтому моем и просто-напросто режем. Режем. Геннадий Петрович, я когда оказалась в Америке первый раз в жизни и была ребенком по обмену студентов, я когда увидела, что в их супах картошка с кожурой, я обомлела. Мне казалось, что это за люди и не самые американцы. А смысл, оказывается, есть. Но смотрите, вот конкретно на этой картофелине, вот я вижу, мне вот местечко, не знаете, я его срежу. Срезай. Срежу, без зазрения совести. Это можно срезать. Все остальное мы просто-напросто нарезаем. Я беру досточку свою. И вот это. Тогда вы режьте, а я ее убрала. Хорошо. С нее то, что мне не нравится. Мне кажется, нам будет достаточно даже одной картофелины, да? Я думаю, две. Так как мы готовим особый такой картофельный супчик, поэтому лучше всего порезать две картофелины. А вы знаете... И при этом не думать о хорошем. Да, думать о хорошем. Так вот, когда мы думаем о хорошем, когда мы помолились, то тем самым мы закладываем вибрации, вибрации, частоты, информацию о том, чтобы это блюдо было особенно полезно нам, было особенно полезно нашей семье. Более того, хозяйка, которая хочет, чтобы ее семья была дружная, чтобы ее семья надолго сохранила здоровье. И муж верность должна все это делать еще с различными там... Ну, как бы сказать, вот вкладываем различные информации. А какие, например? А какие, например? Да, вот очень интересно. Давай-ка здесь порежем. Какие, например? Ну, например, я режу картошечку с мыслями, чтобы моя Танечка была мне верной, любимой, что я ей делаю так, эту картошечку, чтобы, значит, у нее были там бровки, такие красивенькие, глазки блестящие, ноготки, значит... Зубки крепкие. Да, зубки крепкие, вот, чтобы она меня любила, как я готовлю пищу для нее, с любовью так, и она, чтобы откликалась на, значит, Я поняла, да. Это прям какой-то приворотик даже, но добрый. Я бы не сказал, что это приворотик, но это вот такие благие пожелания для того, чтобы семья была дружная, здоровая, и ни муж, ни жена никуда не ходили налево. Вот, сюда еще. А я вспоминаю свое образование первое, лингвистическое, и, конечно, я вам могу сказать, что у звука есть волна, то есть у звука есть вибрация, поэтому молитва на воду, ну, она уже доказана, доказана учеными, что молитва структурирует воду и делает из мертвой воду живую. Еще важно, что мы вкладываем в понятие мертвая вода, что вкладываем в понятие живая вода, это различные виды, конечно, воды, но, тем не менее, когда мы с вами молимся, когда мы с вами закладываем какую-то информацию, тем самым мы что еще делаем? Вот это вот водица, она становится, приобретает особую структуру, структура такая благородная, в виде там звездочек таких вот гармоничных. И поэтому, в первую очередь, что такое еда? Еда, это прежде всего восстановление структуры нашего организма, потому что он в основном состоит из воды примерно на 80-70 процентов. И в зависимости от того, какая вода будет, если кристаллы воды будут чистые, такие гармоничные, энергетика возрастает. многие люди не понимают, отчего у тех или других людей могут быть экстрасенсорные способности, особенно, значит, такие, когда человек не обращается к подсустороннему миру или еще к какому-то, а он сам как бриллиант становится таким мощным из-за того, что у него благие намерения, благие мысли. Вода становится красивой, кристаллы воды, и эти кристаллы гораздо мощнее могут принимать, трансформировать и передавать энергию. То есть, только раз, благой посыл, хоп, и ты его чувствуешь. 19 августа. Преображение Господне. Названо в честь удивительного события, происшедшего в этот день. Христос с тремя апостолами, Петром, Иаковом, Иоанном, взошли на высокую гору Фавор. Там Христос помолился и преобразился. Лицо его просияло, как солнце, а одежда сделалась белую, как снег. С неба сошли святые пророки Моисей и Илья и беседовали с Иисусом о страданиях и смерти, которые Христос должен был претерпеть. Всех осенилось светлое облако, и Бог Отец повелел слушать Христа. Сегодня начинался второй Спас, который назвали яблочным. К этому времени яблоки поспели и идет их массовый сбор. До этого времени не рекомендовалось есть яблоки и виноград. Сегодня полагалось взять яблоки и мед, пойти в церковь и там осветить, после чего их можно было есть. В день яблочного Спаса устраивались ярмарки, на которых продавали целые телеги, груженные яблоками. Яблоки раздавали нищим, это считалось хорошим поступком. Христиане говорили, что сегодня можно встречать осень, мол, пришел Спас, держи рукавички про запас. Также провожали закат песнями, как бы прощались с летними днями. После этого дня начинался посев озимых. приметы. Каков яблочный Спас, таков и покров с январем. Сухой Спас предвещает сухую осень, мокрый сырую, а ясный суровую зиму. Если не есть яблок до яблочного Спаса, а потом праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно непременно сбудется. Я перевожу на себя, что люди, которые стремятся, интересуются всякими экстрасенсорными вопросами, имеют смысл, им имеет смысл начинать с себя? Конечно, все начинается с себя для того, чтобы все это приобрести. И в первую очередь это работа над собой по своему собственному, пускай водитель греется, как она закипит, мы услышим. Да, а вот морковь? Морковочку, давайте морковочку порежем, или ты порежешь морковочку, я немножечко ... Можно потереть, давай тогда лучше натрем. Давайте. ты будешь натирать? Это у вас хорошо получается? Хорошо, давай. Значит, натираем на терочке. мне сразу знаете, что интересно, какие продукты лучше воспринимают молитву? Оказывается, лучше всего воспринимают информацию и молитву те продукты, в которых много воды, а именно картофель, а именно морковка, свекла. Те продукты, которые, к сожалению, уже вареные, они уже не так все это воспринимают, потому что они искажаются от своей собственной структуры, и особенно хорошо воспринимают различную информацию это зерно. Если мы будем с благостью его проращивать, с хорошими такими мыслями, посылами, оно будет расти хорошее и нормально. Если же мы с вами, наоборот, мысли будут дурацкие, слова плохие, то оно заплесневеет и оно не будет прорастать. Она просто погибнет. Как мы заговорили, затронули тему плохих слов, я хочу вспомнить замечательный совет, цитата одной моей подруги, которая учится в Свято-Тихоновском университете на факультете богословия. Она говорит, мат разрушает град. Красиво? Да. Мат разрушает град. И вы знаете, я тогда дополню, мат разрушает град, а именно град своего собственного тела в первую очередь. Далее, если человек мотится, он просто-напросто неприятен окружающим и действительно разрушается семья. Вы знаете, жить в семье, где постоянно кто-то матюкается, ну просто-напросто невозможно. И такие же отношения, если идут в городе, кто-то просто-напросто плохо относится, вот такие постоянно слова кидает, то люди становятся в городе злые, чуждые друг другу и никакой общественности нету и естественно такой город долго не устоит. Так, натираем свеколку. Выкипает уже наша вода. вопрос по соли у меня, конечно, потому что это же тоже кристалл. По соли. Соль мы будем класть в конце, когда приготовим блюдо, по вкусу. В конце по вкусу, да? Да, в конце по вкусу. Так, в трём с хорошими мыслями. Можно есть сельдерея. Можно как раз у нас сельдерейчик есть там. Пойду в холодильник. И вы знаете, я ещё пока скажу, а какие действительно молитвы? Вот сейчас современный человек, он особо не знает никаких молитв. Простая молитва, «Господи, дай мне пищу, чтобы она пошла мне на здоровье». «Господи, дай мне пищу, которая пойдёт мне на здоровье». Я её тоже натру. Вот. И этого уже достаточно. Если же помолиться Богородице, молитва Богородице такое, «Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой благословенно ты и свяжён, благословен плод шрева твоего, яка спаса родила, если душ наша». Всё уже Богородица наложила свои ручки, дала свою информацию, чтобы это блюдо было нам полезно. Было нам полезно. И даже в этом блюде у нас будет сельдерей, и вы его натрёте, да? Да. И сельдерей, кстати, сельдерей, он будет давать, интересно, он будет давать особую такую силу, и как мужчинам, так и женщинам, так и детям. поэтому сельдерей в небольшом количестве, но обязательно включайте в свою пищу. Лучше всего, конечно, корневой. О, тут он уже у нас слишком высох, поэтому высохшее мы срежем. А я, она нам не надо. Знаете, признаюсь, что думаю, раз корешок, корнеплод, просто в бульон для аромата, без тёрки, тоже же можно? Можно. И действительно, мы тогда его просто-напросто не будем тереть на тёрочке. А потом я его вытаскиваю, я могу так лук класть, например, могу. Мы его кубиками порежем, у нас будет, ой, какой душистый сельдерей, вот свеженький сейчас отрезали, вот так вот, и его вообще-то надо жевать, пускай. Сельдерей полезен для того, чтобы у нас ещё зубки укреплялись, он пойдёт по желудочно-кишечному тракту, будет возбуждать вот эти все пищеварительные там железы, соки выделять и так далее. Всё. Танюша. Давайте пожуём, пока у нас варится картошечка, значит, смотри, что там произошло по... Ароматный сельдерей. Новости, новости какие. Вода закипела, уменьшили огонь, картошечка варится буквально 2-3 минуты, так как мы её мелко нарезали, можно уже, наверное, будет добавлять и морковь, и свёкла. Хорошо. Как только морковочка у нас будет готова, действительно, добавляем ещё морковь, свёклу, зелень, немножечко всё это поварилось, и всё. Блюдо у нас готово. Мы это оставляем. Ну, мы... 20 августа, день Марина. Назвом честь святых мучеников Марина и Астерия. Марин был воином. Товарищи по полку призвали его на место сотника. И когда Марин готовился занять это место, другой воин, завидуя и сам желая сделаться сотником, подошёл к суде и открыл ему, что Марин, как христианин, не хочет приносить жертвы богам и изображениям царей, а потому такого человека в силу римских законов нельзя ставить сотником. За отказ принести жертвы ложным богам Марина обезглавили. В народе этот день называли Марины Пимены. Отмечали наступление осени и постепенное завершение лета. После этого дня больше не ходили в лес за малиной, а на столе обязательно должны были быть пироги с малиновой начинкой. Ими отмечали завершение лета. Двойное название этот день получил по имени двух мучеников преподобного Пимена и мученика Марина. Пимен по прозвищу Многоболезный с детства был подвержен различным хворьям. Однажды Пимен попросил родителей отвезти его в Киево Печорскую Лавру. Там он просил Бога не об исцелении, а об продлении и страдании. Там же он стал монахом. Долгие годы преподобный болел и за ним некому было ухаживать. Однако он смог сам исцелить другого монаха от тяжелых недугов. При этом взял с него обещание ухаживать за ним до самой смерти. Монах выздоровел, позабыл о своем обещании, но вскоре он снова был поражен тяжелой хворью. Пимен вновь его излечил, после чего монах стал за ним ухаживать. Сам Пимен стал полностью здоров за три дня до своей смерти. Он завершил все свои дела, простился с родственниками и умер. приметы. Аисты готовятся улетать на зимовку, осень будет холодной. Если сегодня утренний туман после восхода солнца рассеется быстро, это к хорошей погоде. Можем дать такое напутствие на авторскую рецептуру для наших зрителей. Вот основа-то в чем? Это овощной суп с проросшей пшеницей. Наш главный секрет. А овощи люди могут добавлять и комбинировать по своему желанию. Это точно. Здесь должно быть действительно творчество. Хотите морковочки больше, меньше, слеколки побольше или поменьше, сельдерея и прочее. И я еще хочу рассказать о том, как себя вести за столом. Дело в том, что за столом, когда мы садимся, помолились. Прием пищи это должен быть своего рода таинство, потому что во время него мы с вами строим свое тело и здоровье. Поэтому никаких не должно быть разговоров каких-то деловых или еще чего-то, чтобы не отвлекался ум на какие-то там такие процессы совершенно противоположные нашему здоровью. наоборот, шутки, веселье, какая-то там радость такая вот, семья объединилась за столом, поглощаем пищу, тщательно жуем, это будет то, что надо. А когда наоборот человек начинает все вот это еще ругается за столом, вот они встретились для того, чтобы выяснять отношения во время приема пищи, это вообще недопустимо, такого не должно быть. Поэтому люди потом, они удивляются, а почему у них давление повышено, а почему у них там, допустим, кости начинают разжижаться или там куда-то там остеопороз возникает. Потому что мало обращают внимания на свою ежедневную жизнь, которая включает, конечно же, и трапезу, к которой стоит относиться грамотно. И при этом эмоциями во время поглощения пищи они себя разрушают. То есть этого не должно быть. Сейчас еще раз попробую картошечку, потому что мне как-то не имеет смысла. Давайте, давайте. Добавляем мелко натертую морковь и вспомнил один эпизод. Точно. Хорошо, что оставили с кожурой. Да, чисто из двух очень вкусно. Кстати, как раз вот в этой вот кожуре содержится гораздо больше микроэлементов, нежели в середине. И более того, под самой кожурой находятся особые слои таких, будем говорить, веществ. Он содержит много ферментов, которые помогают расщеплять, на картофель. А я добавляю закладывающую селку. И вот как только это заседает, на самом деле мы будем считать, что готовится. сельдерей а сельдерей я-то еще не добавила. Вот этот вот сельдерейчик тут. Да. Добавляем сельдерей. Так, зелень мы будем украшать. Зелень мы сейчас мелько порежем и будем добавлять практически уже готовое блюдо. Почему? Потому что ну она быстро разваривается и чтобы, знаете, сохранила свою, как бы сказать, первозданность, сохранила свою хрустинку, тогда она будет ну полезная, полезная, да, хорошая и желанная. А когда все разварится в какую-то бумагу такую, знаете, то толку не будет. А я вспомнила какой эпизод. Вот, например, заходит компания в кафе, действительно хотят поесть. И вот в этой компании есть курящие, а есть некурящие. Вот на что я обращала внимание. Стоит эта компания и люди, значит, ну, метродотель спрашивают, вам курящий зал или некурящий? И те, которые некурящие, стоят и молчат. А я сейчас понимаю, люди некурящие, говорите, мы выбираем некурящие. Почему? Потому что вот эта атмосфера этого дыма тоже сказывается отрицательно. Отрицательно сказывается на нашем здоровье. На нашем здоровье именно во время приема пищи. И, кстати, достаивайте на некурящем зале. Правильно. Я думаю, что скоро как раз закон этот выйдет и уже меньше будет курить гораздо. Так вот, Таня подняла очень интересную еще тему. Вот вы зашли действительно в кафе покушать, а рядом там люди сидят, они могут как-то сквернословить или еще что-то говорить. И вы знаете, есть довольно-таки неприятно. И что получается? Когда человек еще сквернословит, особенно за столом, то тем самым вот эти скверные слова, как мы уже ранее говорили, притягивают сущности, которые могут войти в еду, питье и так далее. И потом, естественно, попадает вам и ни о каком здоровье не может быть речи. Что надо в этом случае сделать? Обязательно, как только услышите матерное слово, вы хотя бы про себя там кратко молитву господи помилуй, и хотя бы так мысленно перекрестите пищу, мысленно перекрестите пищу. Как только мы с вами мысленно перекрещиваем пищу, то та негативная информация, которая от слова влетела в нее и потом попадает в ваш организм, знаете, вот трудно это все понимать, но благодаря тому, что у нас появились компьютеры, и мы входим в интернет, и оттуда лезут вирусы. Хотим этого, не хотим этого. Так вот, любое слово оказывается плохое, оно как вирус начинает, входит в нашу систему, и начинает потихонечку ее разрушать. У них это сильнее, у других это меньше. Организм старается все это преодолеть, чтобы, как бы наша система работала нормально. поэтому, услышали матерное слово, раз, мысленно перекрестили, раза два, три, и все, и после. И на то самое время закладывать. Нет, 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 вот, Анюша наша спешит, ни в коем случае, смотрите, вода еще кипит, кипиток, представляете, зерно, оно живое, оно растет, и только она сразу в кипяток попала, что получается? Как только она попала, вот, она чувствует ожог, она чувствует боль, и поэтому там и белки там сворачиваются, и витамины там разрушаются, подождем, подождем, как только у нас остыть. Я выключила, я выключила, она готова. только соль надо добавить. Соль будем по вкусу добавлять непосредственно в блюдо. Вот, как только температура снижается до 45 градусов, это та температура, при которой не разрушаются ни белки, ни витамины, мы тогда уже в готовое блюдо, каждый берет себе там одну ложечку, две ложечки прорушивающейся. Хорошо. Красота везде должна быть, потому что красота это признак гармонии, признак душевной радости, и когда все это делается вот действительно красиво, то человек получает еще с пищей такие благоприятные эмоции, которые начинают питать его душу. Потому что пища питает наше тело, а возвышенное мышление, обращение к Богу с молитвой способствует тому, что оно питает еще душу. Кстати, вот это вот блюдо, мы которое с вами приготовили во время поста, очень удачно. здесь не содержится никакой животной пищи, поэтому его можно смело есть, а проросшая пшеница, которая здесь содержится, сейчас уже будет содержаться, она дает силу насыщения и снабжает нас всеми витаминами. А во время поста можно витаминки есть для того, чтобы поддержать витаминами. Нет, вот эта пища будет как раз набрать нас всем. То есть, ответ можно, вот они самые витамины. Итак, ты сколько будешь? Я в салонку хожу. Хорошо, мне две столовые ложечки, вот, с горкой две, одна, вот, хорошо. Ну, мне тогда полторы. Давай, полторы. 20 минут и готово замечательное блюдо. А вот для тех, кто поститься хочет, но чувствует слабость, делайте по средам и по пятницам. Приятного аппетита. Приятного аппетита. А я, знаете, еще так пою, Господи, благослови пищу, которую нам посылаешь, приятного аппетита. И начинаем. Кстати, когда ешь проросшую пшеницу, она так приятно похрустывает на зубах. постный супчик. Постный супчик. Мило. Можешь добавить туда соли. Могу. Могу перца. Я думаю, что программу заканчивая мы оставим за собой право доесть уже после программы, но я уверена, что после того, как мы с нами доедим, просто поблагодарим Бога за то, что дал нам эту пищу. Да? Да. И помните, что вот мы думаем, что это мы поедаем. На самом деле, если взять по большому счету, Господь Бог через нас поедает. Поэтому насыщайтесь ровно столько, сколько вам надо. Не переедайте. И Господь вам воздаст здоровьем и благополучим. Будьте здоровы. До встречи. 21 августа День Мирона назван в честь памяти святого отца Мирона-чудотворца и епископа Критского. Силою Божию сотворил он много чудес и других дивных дел. Во время наводнения одному знатному мужу нужно было перейти реку. Святой Мирон остановил ее течение, пока опомянутый муж, перейдя реку, снова не возвратился обратно. Святой Мирон отошел ко Господу столетним старцем. Всю свою жизнь он посвятил Богу путем исполнения его святых заповедей. Погода с этого дня становится по-настоящему осенней. Начинают дуть достаточно сильные ветры. Поэтому и день прозвали Мироном-ветрогоном. В этот день было принято собирать в лесу ежевику. Эта сочная, кисло-сладкая ягода обладает большими целебными свойствами. Наши предки об этом знали и использовали ежевику как противопростудное и патагонное средство. Ценили ежевику за ее аромат и вкус. Сегодня из собранной ежевики готовили кисели, компоты, вина, настойки и пастилун. В ход шли ее листья. Их заваривали как чай. Смешивались с листьями смородины и земляники. Получалось вкусное поливитаминное средство, укрепляющее организм перед зимой. Приметы. Каковы мироны и ветрогоны такого январь, батюшка. В этот день смотрят в полдень на воду в реках и озерах. Коли вода тиха и осень будет безветрена спокойно, а зима без вьюг и злых метелей ляжет. Если утром появляется ини, это к богатому урожаю на следующий год. Если сегодня плохая погода, то ненастье продержится аж до бабьего лета. Все слышали об оздоровительной цели поста для физического тела. И мало кто понимает механизм этого явления. Мы буквально вчера, Геннадий Петрович, со своими родителями приняли решение, что мы отказываемся от белковой пищи, но... От животной. От животной, да, от животной, от животной белковой, естественно, от алкоголя, но иногда можем позволить себе молочное. Решили мы так и порадовались. Что вы скажете об этом? Ну, прежде всего, смотрите, для того, чтобы шла оздоровительная реакция во время поста, мы отказываемся от продуктов, это от белковых продуктов животного происходили, от жиров животных, ну, желательно и растительные, высокоратительные, но тем не менее, жиров, от стараемся меньше есть крахмалистой пищи, пирожки, конфетки, да, стараемся есть меньше сахара, и соли, что ли, и, да, оказывается, и соли, и теперь начнем разбирать, почему это получается, да, по пунктам, а заодно как раз будем готовить салатик, который поможет нам во время поста и вообще, как разруночные, во время разруночного дня, приобрести здоровье. Смотри, что такое белковая пища? Животного происхождения. Да, оказывается, белковая пища животного происхождения, это своего рода белковый клей, и особенно, оказывается, казиновый клей делали из продуктов, да, животного происхождения, именно молочных, и он оказался самым прочным столярным клеем для того, чтобы клеить там стулья, и естественно, когда слишком много мы употребляем продуктов молочного происхождения, особенно там творога, в котором вот этот казин белок есть, то получается, что избыток этого белка, от которого у коровы растут копыта, рога и шерсть, у нас таких нету, он клеит нам сосудики, образует различные там камушки и так далее, и тому подобное, видишь, что получается? Молоко клеит сосуды, если без перерыва его употреблять, оказывается, если много человек употребляет молока, ну, если одно дело стаканчик в день, ну, пусть пол-литра, пол-литра, это максимум, то еще нормально, и хотя бы даже через день, если же он употребляет примерно там палитрику, и вроде бы чувствует себя здоровым, тем не менее, процессы с сосудами, процессы отложения вот этих вот различных клеящих веществ начинаются, и поэтому, чтобы их вывести из организма, надо отказаться от молочного, надо на какое-то время отказаться от молочного питания, вообще от пищи, которая содержит белок, почему? Организм сам начинает искать резервы, когда белка в организм не поступает, вот, он лишнее пережигает, выводит удачно, пережигает? Организм пережигает? Да, 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 оказывается, что такое пищеварение? Пищеварение это превращение вещества, допустим, белкового вещества в конечные продукты, которые должны выводиться. Что это за конечные продукты? Ну, это, как правило, мочевина и белок. Так вот, может на стадии там, мочевины достревать, и эти соли мочекислые начинают откладываться по всему организму, начинает возникать подагра, мочекислые там, камушки, и так далее, и тому подобное. А когда нет белка, организм начинает сжигать что? То, что осталось с зимы, и окисливать, потому что именно белковые продукты вот в виде вот этих вот солей, там, мочевины и прочего откладываются в нашем организме. Когда их нет, организм, а поступают наоборот, знаешь, не кислые вещества, а вот щелочные, как в салатике, который сейчас делаем, то получается, что вот эти вот щелочи начинают растворять. Разъедать залежи вот те, да? Да, мочекислые отложения и их выводить. Это очень интересное такое явление. Поэтому как раз мы готовим салатик, который будет способствовать очищению от там разного рода мочекислых солей. Давайте тогда опишем, что мы будем использовать. Здесь у нас на столе находятся и зеленые огурчики, и зеленый салат это, и рукола. Ну, здесь может быть любой. Хочешь айсберг, да? Хочешь китайский салат. Просто вот зелень. И побольше зелени. Именно листовой зелени, потому что она как раз обладает щелочными свойствами, которые начинают растворять все кислое. Все, что у нас закислено, начинается растворяться. Но у нас есть и помидорчики, но у нас черри могут быть большие. Помидорчики, дело в том, что если они свежие, они нормальные, они имеют тоже такую щелочную природу. Более того, здесь содержится жидкость, которая структурно способствует растворению всех этих отложений. Хорошо, я поняла, что отказ от белковой пищи животного происхождения способствует тому, что в организм перестают поступать вещества, которые способствуют развитию такого склеивающих каких-то элементов внутри твоего тела. И поэтому в течение 49, например, если про Великий пост говорить, у тебя перекрывается кислород этого клея, он не поступает. А те остаточки клея, которые засохли где-то, они вычищаются вот этой самой щелочной зеленью всей. Это по белку. 22 августа день Матфея. Назван день апострия Матфея. После того, как Иуда Искариот предал Христа, Петр предложил апостолам выбрать ученика, который займет его место. Выбор стоял между Матфеем и Варсавой. В результате жребия двенадцатым апостолом стал Матфеем. Он был рожден в Вифлееме и под руководством Симеона Богоприимца обучился закону Божию, обладал чудодейственными способностями, помогал больным и изгонял бесов из людей. Наши предки называли этот день Матфеем. К этому времени вода в реках и озерах остывала и в воздухе начинается чувствоваться осень. Относительно этого дня на Руси существовало поверье, мол, в этот день корову ему в имени присасываются змеи, которые высасывают молоко. Поэтому сегодня старались не выпускать скотину из хлева. Также нельзя было дать корову в одиночестве, а подойник никогда не ставили на стул или катку, чтобы у коровы не пропало молоко. Приметы. Обильная роса сегодня утром предвещает солнечный и теплый день. А вот если зашуметь на Матвея река, закричить лягушка, следует ожидать ненастья с дождем. По жирам. По жирам. Оказывается, жиры просто-напросто, представьте себе, жиры, это жиры, масла, поступая в кровь, они делают ее вязкой. И, продвигаясь по всему организму, они что? Они и печеночку засоряют нашу, жировая инфильтрация печени бывает. Идя по капиллярам, они где-то здесь останавливаются и закупоривают их. А потом человек удивляется, а почему у него ручки-ножки мерзнут? Да потому, что он жирную пищу потребляет. Да? Да. Которая заклеила просто-напросто. Вот оно что! И как только меньше жирной пищи будет потребляться, или она правильно будет потребляться, то капиллярчики открываются и начинается восстановление. Руки и ножки теплее, лучше двигаются. Значит, жир может быть правильным, вы сейчас сказали, потому что тот обычный, привычный нам жир, он делает кровь гуще, лимфа, наверное, тоже гуще. Нет? Или кровь только? Естественно, естественно. Все жидкости становятся более вязкими, густыми. Значит, они медленно двигаются, в них могут развиваться различные там процессы патологические, болезнетворные, вот, и теряется нормальная среда. А лимфа способствует обмену веществ? Лимфа как раз стоит между клетками и кровью. Все процессы, которые происходят, обмен веществ из клеток, должны, значит, вещества поступить в кровь и выделиться там почками и так далее, или печенью, а из крови питательные вещества поступить через лимфу в клетки. И вот если она слишком устая, у нас ухудшается питание. Все. тело терствеет и не может просто-напросто питаться. Какой-то, знаете, студень получается лимфатический. Она должна быть более-менее жиденькая. Жиденькая. Я поняла. Что значит хороший жир, вы говорите? Ну, хороший, хороший жир. Где мы его возьмем? Вот смотри, а действительно, существуют тугоплавкие жиры, тугоплавкие жиры, это, как правило, животные жиры, а существуют такие более растительные, которые менее тугоплавкие. Поэтому лучше все употребляют растительные жиры для того, чтобы они способствовали выведению вот этого животного жира, растворению его, замещению его потихонечку в организме. И за счет этого восстанавливаются все вот эти процессы кровообращения в организме. Вот, казалось бы, именно во время поста мы соблюдаем правила еды, питания, именно отказ от мяса у нас с одной стороны... Особенно жирного? Да. Да вообще, не то чтобы особенно, там, одна рыба 7 апреля на Благовещение. То есть, отказ от мяса, это отказ от белка животного происхождения, который клей делает нам внутри нас, и отказ от жира животного происхождения, что утягощает кровь и снижает скорость переноса полезных веществ по крови и по лимфе. И здесь очень важно понимать, что нельзя сказать, что от мяса так уж действительно у нас все образуется, но если человек регулярно ест мясо, и особенно в большом количестве, вот эти процессы идут очень явно и быстро. Если умеренно все это, то все нормально будет. Но вот это переедание приводит к таким последствиям. Я думаю, что это вот то, что мы уже с вами обсудили, я уверена, что это действительно понятно. А что такое крахмал, почему нужно отказаться от сахара и соли, мне кажется, это уже под шумок поста авторское видение очищения. А здесь оказывается крахмал, крахмал должен употребляться очень правильно. Самые большие нарушения в пищеварении у нас происходят на основе крахмалистой пищи. Оказывается, крахмалы начинают перевариваться во рту. Но мы, как правило, сушку запиваем чаем, кофе и так далее. А крахмалы это пирожные? Пирожные, хлеб и так далее. И получается, что крахмал полноценно не переварившись в ротовой полости не начал перевариваться, он идет дальше уже в виде полуфабриката и крахмалистая слизь, а оказывается есть тоже крахмалистый клей, которым мы в свое время заклеивали окна на зиму. Помните? Она также отлаживается по всему организму и ее-то очень важно пережечь. И для этого мы будем использовать чесночок в своем салате. Так вот, когда идет обилие ферментов, обилие вот этих живых таких, сказать, веществ, то, что не доокислилось, начинает доокисливаться. У нас не хватает ферментов на полноценное переваривание. Не только внутри желудочно-кишечного тракта, но дальше и в крови, и в линфе, и в клетках. В городе еще должно все это работать. Значит, мы перекрываем поставку этого крахмала, пирожков, батончиков и всего на свете. И организм, почему же он все время так начинает хотеть есть? И можно ли сказать, что вот это желание еды, это хороший знак для думающего человека, что сейчас начались процессы сжигания остатков от старого крахмала? Можно сказать и так, что начинается во время поста, должно немножечко хотеться. Вот это чувство аппетита говорит о том, что идут повышенные процессы усвоения пищи, ее потребности, и организм недополучая ее извне, он начинает активно ее сжигать внутри себя. Да. И человек сжигает не плохое, не хорошее, а именно плохое сжигать. Вот именно в первую очередь все, что он отклал про запас, он это начинает сжигать. Вот получается так удобно. Суть до дела, вы уже порезали зелень. Да, теперь мы добавим еще капуточки. К капуточки добавите. Может быть, я тогда почищу чесночок? Давай, немножечко чесночка. помогает сжигать что? Вот еще раз. А вот чеснок помогает сжигать все, все отложилось в организме. За счет своей огненной природы он усиливает вот эти все процессы дожигания. Дожигания различных шлаков и уведения. Но на уровне желудка? Нет, он как раз действует на уровне крови, на уровне линки, на уровне клетки. И самое важное, что у нас еще есть и паразиты, которые обитают и в желудочно-кишечном тракте, и в крови, и в лимфе. Так вот, чесночок как раз с этим маленьким паразитиком, микробом, он их отлично уничтожает. Вот чем он вредит. Хорошо, вы сказали, что существует помимо этих трех врагов, от которых иногда надо избавляться, чтобы потом их любить, и повторю еще раз, белок животного происхождения, жир животного происхождения и крахмал, ну, такой полуфабрикатный магазинный. Есть еще желание отказаться от соли и сахара, но мне кажется, к посту это имеет мало отношения, ведь нет же, нигде не прописано, что во время поста нельзя есть соль. 23 августа, день Лаврентия. День посвящен Лаврентию, римскому, которому жил в третьем веке и служил архедиаконом в римской христианской общине. Пострадал во время гонений, организованных на христиан императором Валерианом. В тюрьме Лаврентий совершал чудеса, в частности, исцеляя больных. Например, слепой христианин с плачем обратился к нему, прося об исцелении. Лаврентий положил руку на его глаза и тот прозрел. В дальнейшем он многих исцелил от слепоты. В народе этот день называют водоколебателем и наблюдали за реками и озерами, чтобы по приметам определить, какой будет погода зимой и осенью. Сегодня молятся святому Лаврентию, чтобы слепые люди прозрели, а также излечились от глазных болезней. Молятся ему и для снятия с глаза. Приметы. На Лаврентия в полдень смотрят в воду. Коли тихо, не волнуется вода, то осень будет тиха. А зима без вьюг и злых метелей. Если в этот день сильно жара или дожди, то так будет и всю осень, либо тепло и сухо, либо дожди и сыро. А вот дождливая погода при отсутствии ветра предвещает не слишком холодную осень и зиму. Если сегодня дождь и тепло, рыбалка будет удачной. Не прописано, но... в организме и за счет этого количество жидкости в организме становится больше и сердце должно с усилием ее качать, поднимается давление. Для того, чтобы наше сердечко заработало лучше, давление снизилось. Соли меньше раз и вот этот вот салатик зеленый. Он излишки соли выводит, выводит жидкость и за счет этого снижается давление, отеки уходят и даже лишний вес. Потому что у большинства людей лишний вес не столько в жире, сколько в воде. Это надо понимать. Что касается сахара, очень интересное явление насчет сахара. И знаете, в чем заключается? Оказывается, если мы сахар съедаем в чистом виде, он подсушивает организм. Так, дайте переверну. Сахар съедаем в чистом виде, ну то есть кусочек взяли? Кусочек съели, подсушиваем, съели, с кубкой съели, с водой съели, с компотом съели, еще чем-то съели. Подсушивает. Подсушивает организм. Это как? А вот так. Происходит следующее. Он всасывается в кровь. Кровь делается более вязкой. Да. Особенно у людей, которые страдают сахарным диабетом, у них вместо крови течет сахарный сироп. И смотри, что этот сахарный сироп начинает делать. Первое. Под действием силы тяжести он опускается к ногам. И у больных с сахарным диабетом возникает такое осложнение, как диабетическая стопа. То есть малейшая раночка, которая здесь возникает, должна через ранку вытекать круг. А через нее идет вот этот сахарный сироп, который разъедает эту раночку, он снабжает бактерии, гнилостные питательными веществами, и ранка начинает гнить. Она плохо заживает и гниет. Диабетическая стопа? Диабетическая стопа. Далее у нас, вот глазки, да? Ты смотришь на мои глазки, я смотрю на твои глазки. Что это такое глаз? Глаз имеет свою собственную структуру, он запомнил определенной жидкостью такой, гелеобразной. И в этой жидкости, в этом геле идут свои процессы. Она должна быть чистенькая, чтобы свет проводить. Но что получается? Так как сахара у нас больше становится в крови, в линфе и так далее. Он и сюда приходит. Он и сюда приходит и делает замутнение. Как от сахара ныйти с сиропом, все это начинает мутеть. Да, мутным становится. Мутным становится. Это, понимаешь, как будто в воду набросали снега. И она стала вот такого. Образ понятен. Но вы говорите, сахар подсушивает. Как же он подсушивает? Он же наоборот тогда, получается, не подсушивает, а мутит. Дева 24 августа-22 сентября. В этот период проявите заботу о желудке, тонком и толстом кишечнике. 24 августа. День Евпла. В церкви сегодня почитают память мученика Евпла. Он прославился тем, что постоянно носил с собой Евангелие и при каждом удобном случае читал из него народу о чудесах Христовых. Тем самым он учил народ веровать во Спасителя. За это был схвачен и подвергнут мучениям. Прибывая в темнице, он захотел утолить жажду и помолился об этом. Появился источник воды, из пив которой он утолил не только жажду, но и голод. Потом провел рукой, и вода исчезла. В этот день народ почитает подвиг святого богатыря земли русской Евпатии Калаврата. Уроженец Рязани во время нашествия хана Батея он поехал просить помощи у соседних русских княжеств. В Чернигове его сообщили о разорении родной Рязани. Немешкая, он с малой дружиной двинулись догонять полчища Батея. В окрестностях Суздаля внезапной атакой он разбил некоторую часть татаро-монгольского войска. Батыю пришлось бросить бой лучших воинов, но воины Евпатия, несмотря на превосходство противника, бились столь яростно, что те ничего не смогли с ними сделать, а сами понесли урон. Тогда Батый послал к Евпатию парламентера, чтобы узнать, чего они хотят. Желание отомстить за разоренную родную землю было так велико, что ответ был прост – умереть. Битва продолжилась, и только после применения Батыем катапульт, который забросали русских камнями, Евпатий и многие воины его дружины пали смертью храбрых. Оставшихся в живых Батый отпустил. Этот день считается страшным. Согласно народному поверью, в этот день скачет белый конь, который ищет своего усадника, погибшего и выпавшего из седла. Считается, что в тех местах, где появляется этот конь, ранее было побоище. А ночью по кладбищам разгуливает нечисть, производя свист, вой и другие странные звуки. Сегодня отправлялись на сбор облепихи, ее сушили, перетирали с сахаром, варили варенье и использовали для лечения. Сегодня запрещалось пить спиртное, мол, к выпившему человеку обязательно явятся покойники и накажут. Приметы. Если прекратил дуть ветер, который дул несколько дней, это к хорошей погоде. Если день Евпла выпадает на новолуние, и в это время стоит ясная погода, то в сентябре дождей может не быть. Он и мутит, и всосавшись в кровь, он ее удерживает, он делает ее вязкой, и хочется больше, больше пить, чтобы его разбавить. Вот. Поэтому все вот такие вот сладкие воды газированные, они как раз призваны на то, чтобы их пили все больше и больше, человек подседал на них и употреблял. А на самом деле вот этот сахар очень и очень, будем говорить, вреден. Его легче всего заменить сухофруктами какими-то и другими. То есть к сахару еще должны присоединяться различные минеральные вещества, которые бы способствовали тому, что питают нас и выводят все это. Сахар должен разлагаться на углекислый газ и воду и выводиться. Видишь, как получается. Но для этого нужны эти. Поэтому отказ или сокращение употребления сахара легко. Я-то думала, что вообще не надо сладкого. То есть без хурмы, без фиников. Нет, да? И хурма, и финики, и сушеные яблоки. То есть от рафинированного сахара. Именно рафинированный сахар. А просниковые вот эти все вот я заменю на коричневые. Вы знаете, там огромное количество подделок и поэтому не совсем желательно все это использовать. И вот смотрите, когда мы используем у нас здесь вода структурированная, в огурчиках у нас имеются такие микроэлементы, которые способствуют тому, что начинают лишнюю воду выводить из организма. Поэтому в нашем салатике, особенно вот сейчас, во время поста, да и так в качестве разгрузки обязательно используйте огурчики. Как они хорошо пахнут. Так, Геннадий Петрович, так как у нас здесь вода структурированная, вы говорите, имейте в виду, что капусту, зелень. надо добавить огурчика, потому что огурчик выводит лишнюю воду из организма? Да, это все будет выводить лишнюю воду из организма. А, все вместе, весь коктейль. И вдобавок еще огурцы в особенности выводят все лишнее. И, кстати, они делают наши сосудики эластичными. Значит, добавляют такой микроэлемент, тем более в таком, ну, наиболее усваиваемом виде, как кремния, который нужен для кожи, для волос, для ногти. И так же делают сосудики эластичные. Добавьте и мне кремния. Хорошо, 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 обязательно добавим. А, я бы сказала, что помидорчик красный просто для настроения хотя бы вот две половиночки, один помидорчик маленький. И помидорчик используем. Здесь имеются в помидорчике как раз своеобразные фруктовые кислоты, которые полезны для нашего организма именно в свежем виде. Дело в том, что вот эти вот кислоты, там, савельевая кислота и прочее, прочее, которые полезны в свежих продуктах при термической обработке становятся трудно усваиваемыми и их невозможно может не то, что усвоить. Они начинают откладываться нас в виде различных опять-таки солей, образуя тугоподвижность в суставах и прочее, прочее, прочее. Поэтому, как только мы начинаем использовать вот такие вот продукты, мы все, что у нас отклалось, растворяем. Ну что? Вообще-то, что хочется сделать по привычке? Да. И это очень, это ключевое слово по привычке. По привычке хочется добавить соль и по привычке хочется добавить масло. Ну раз уж мы договорились, проверено тысячелетиями, пост имеет свою оздоровительную цель, помимо духовного роста. И, конечно же, тогда ну имеет смысл радоваться, просто радоваться. добавляем, чтобы наше блюдо стало более целебным. Некоторые подумают, что мы используем крахмал. На самом деле во время прорастания крахмал превращается в солодовый сахар, и это уже становится растительным продуктом. А для того, чтобы это еще все было вкусно, мы с вами можем это, для этого приготовить майонез. Соус? Да. Ну если только быстро. Быстро? Очень быстро, да. Смотрите, как он готовится. Ой, кто-то к нам сейчас придет на обед. Если хотите сладкий, можем сладкий сделать, если хотите кислый, можем кислый. А если хотим соленый? Если хотите соленый, значит, тогда надо добавить морскую капусточку. Итак, где у нас лимончик? Вот лимончик. Лимончик у нас есть. Чистый, мытый. Теперь мы берем, смотрите, с вами кружечку. Так, который все будем смешивать. Лимонный сок. И мы с вами сделаем сладкий. Вот. Раз, 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 выдавили. Выдавили. Теперь сюда добавляем мед. Это особенно полезно для детей. Вы знаете, есть такие сладкоежки. вот. Вот. Немного? Немного, отлично. Так, давайте помешаем. Давайте помешаем. Чем вы будете? Вилочкой, ложечкой? Так, да. Чем? Так, 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 так. Значит, так как мы сюда добавляли, смотрите, этого, чеснока, то вот этот вот сладкий соус будет идти туда, где чеснока нет. Поэтому сейчас, так как надо добавлять чеснока, ну давайте тогда просто лимоном вот так вот сверху полейте, да и все. Давайте лимончиком, да, вариант лимона. Мы обязательно угостим всех тех, кто нас окружает, точно так же, как и вы, угостите всех своих любимых и близких, кому вы сделаете такой оздоровительный, целебный, целительный салат. Помня уже о том, что вы знаете, как работает механизм оздоровления во время постановки. 25 августа, день Фотия и Аникиты, назван через память мученикам Фотия и Аникиты. Они родственники, племянники, дядя. Аникита выступил против устрашения сторонников христианской веры, за что был схвачен и мучен. Даже дикие львы не тронули его. Через множество пыток прошел Аникита, но Господь оставлял его в полном здравии. Племянник Фотий явился к императору и потребовал отпустить дядю Аникиту, за что был подвергнут пыткам и сожжен в печи. На Руси день этот называли Фотий поветенный, потому что убирали на поветях сараях, в которых хранили лошадиные упряжки сухи. Это надо было сделать сегодня, чтобы черт ногу не сломал и не разозлился на домочадцев. На Фоте возможны первые заморозки. Чувствовалось приближение осени. Клены уже сбрасывали листья, а перелетные птицы готовились отправляться на юг. Приметы. Если сегодня ясная погода, бабье лето будет длинным. Если к этому дню уже пожелтели листья на деревьях, это к ранней и прохладной осени. К нам сегодня пришел, он получил травму, упал на гололюди и возник вопрос, как быстрее эту травму залечить, с помощью чего? Ну, хотелось бы, да. Хотелось бы. И вот я знаю, он как раз уповает на то, что если в пище больше белка, то будет быстрее идти оздоровление. Ну, я не то, чтобы уповаю, мне кажется, что этот вопрос такой, ну, прямо скажем, сложный, да, белок, волокна, не знаю, полноценное питание вероятно, витамины, кто знает, микроциркуляция должна наладиться, подзревай, в колене. Ага, правильно. Вот нужно, соответственно, ее как-то подтолкнуть. Хорошо. Микроциркуляция в колене должна наладиться, ну, важно, чтобы эта микроциркуляция принесла к поврежденному месту вещества, которые будут быстренько вести оздоровление. Ну, да, вопрос, традиционно, мумио, я вот знаю. Вот, традиционно мумио. Мумио, это обилие микроэлементов, обилие таких своеобразных биологически активных веществ, которые способствуют вот заживлению ушиба или раны, или перелома даже. А я предлагаю воспользоваться вот таким более простым и, я думаю, более сильным даже средством, как хорошая пшеница. Дело в том, для того, чтобы что-то восстановилось, нужен вот такой вот так называемый фактор жизни, витальный фактор, чтобы потенциал организма повысили. Где его взять? Ну, мне кажется, солнце, женщины, природа. Солнце, женщины, природа, хорошо. Интересная работа. Вот самый витальный фактор, лучше не придумай. Хорошо. Это, несомненно, важно, действительно. Но в проросшем зерне, так как имеется жизнь, и она прорастает, значит, всем процессам, которые возникли, ну, для того, чтобы, для срастания и прочее, прочее, необходима скорость, необходима вот эта жизненность. И проросшая пшеница может и дать. Плюс, когда пшеница проращивается, что здесь происходит? Крахмал превращается в солодовый сахар. Из него, в свою очередь, получается прекрасное пиво. Вот, в свою очередь, пиво, да. И обилие витаминов группы В. Это точно. Вот, именно те, которые нужны для того, чтобы все это делали. Поэтому я предлагаю сделать такое интересное блюдо. Даже так вкусно? Да, действительно, немножечко слабенькое. Я предлагаю сделать котлетки из проросшей пшеницы, и вы попробуйте их. Конечно, попробуй. Для того, чтобы все быстрее у нас работало. И для этого мы с вами используем мясорубку. Сейчас будет страшный звук, мне кажется. Вот, мясорубочку включаем. Должны сначала получить вот такую массу. Туда добавим немножечко, кстати, чеснока. А знаете, зачем чесночок? Ну, за тем, что чесночок никогда не лишний. Мы знаем боли сухуато, которым лет тысяч уже шесть, как минимум, из чеснока в традиционной китайской медицине. Доктор хуато, мне кажется, что только не лечил, и китайцы, по-моему, их... Я даже одно время пытался эти боли сухить, но, к сожалению, мне, как европейскому человеку, это сложно, потому что запах от этой лекарственной формы настолько сильный, что потом носишь его весь день. Даже если с утра только принимаешь. А уж если как хуато рекомендуют три-четыре раза в день, то я просто не знаю, какой запах вообще? Запах плотный, чесночный. Плотный, чесночный. Причем, что удивительно, был какой-то период сотрудничества с китайскими товарищами, что удивительно, вот те боли сухуато, которые покупал в России, вроде приличные, в аптеке, в них такого сильного запаха нет. А те, которые приводишь из Пекина, в них этот запах еще сильнее. Может, технологии разные, может, они на экспорт осознанно как-то делают более мягкую форму, потому что, честно говоря, мне сомнительно, что это поджинно. А что вообще делает чеснок? Чеснок за счет своих жучих свойств как раз усиливает микроциркуляцию. Ну, потом там фитонциды. Усиливает, ну, фитонциды это одно, для того, чтобы все быстрее зажило, важно усилить микроциркуляцию. И чеснок этому способствует. А в проросшее зерно я добавлю чеснока, знаете, для чего? Чтоб он придал нашим котлеткам мясной вкус. Что самое удивительное. Сейчас посмотрим, что у нас получается. сказал, знаете, я напишу, что мне кажется, мясной вкус-то мы не передадим. Мы сработаем на здоровую психологическую иллюзию. Если котлетка мясная, да с чесноком, то вот она и мясная. Соответственно, наличие чеснока создаст иллюзию хорошей мясной котлеты. Не мясной вкус, а наша привычка к тому, что мясо с чесноком. Хорошо. Ну, кажется, мне как-то так. Журничество, конечно, но такое честное журничество. Так. И? Новая технология у нас заработали. 26 августа. День Тихона. Назван в честь святителя Тихона Задонского чудотворца. Благодаря подвигам самоточения и любви он мог созерцать небесный мир и предвидеть будущее. Так в тонком сне ему было видение. Матерь Божия стояла на облаках и около нее апостолы Петр и Павел. Сам святитель на коленях просил Пречистую о продолжении милости к миру. После смерти около его гроба совершались многочисленные чудеса. Его считают помощником в избавлении от уныния и грусти. В народе этот день называли Тихон страстный и было принято брать икону Божией Матери умягчение злых сердец она же страстная и обходить с нее дом. Также прибирались в погребах, амбарах проводили обряды защиты от порчи и сглаза. Приметы. Если день сухой то и осень будет суха. Если сырой дождливой, осень будет мокрая. Ясный день предвещает суровую зиму. Если много грибов в лесу то следующий год будет урожайным. Когда мы делаем вот эти котлетки я сделал фарш туда добавил чесночка для того, чтобы как сказал обмануть фарш чтобы у нас такой получился мясной. Вот пищевые привычки как их сложно убирать и не сложно убирать потому что я знаю ну по моей наивности примерно в течение лунного цикла это где-то в месяц пищевая привычка вот если над ней работаешь она более-менее как-то там заменяется. Как вот у вас обстоятельства? Ну это касается привычек вообще. Тут вопрос главный в том надо ли их менять потому что говорят привычка вторая натура. Даже не знаю как ответить на этот вопрос коротко. Не не знаю как ответить я не знаю как коротко ответить потому что как сказать вся наша жизнь по большей степени состоит из таких процессов которые в психологии называются измененное состояние сознания. То есть это какие-то такие элементы поведения которые наше сознание не вполне контролирует. Вот к вопросу о моей ноге например если вы быстро бежите по ступенькам пытаетесь задуматься а как это вы так по ним быстро как это у вас так ну да получается то быстро бежать у вас скорее всего не получится. Следовательно вы собой в этот момент не управляете. Это автоматизм. Вот так формируются очень многие привычки. Они уходят из сознания куда-то на задний план ровно потому что сознание надо освобождать. Это такое достаточно свежее новое эволюционное приобретение у человека его объем очень ограничен. И поэтому его надо освобождать. Вот чтобы его освобождать какие-то вещи уходят на задний план в бессознательное есть некий слой который Фрейд называл предсознание а Тинбергер говорит что есть светлое пятно и темное. Так вот оттуда из этого слоя что-то в сознание можно вернуть. Условно говоря любую привычку это всего касается любой привычки это может быть привычка к курению может быть пищевая привычка любая привычка можно вернуть в сознание и переработать. Вопрос насколько она там укоренена. Вот чтобы ответить на вопрос как это сделать опять вот как коротко сказать даже не знаю в общем на самом деле очень захотеть если короткий ответ к сожалению во многих случаях человек и очень хочет то не может иначе бы не было зависимости и наркомании но эти зависимости А вот почему он хочет а не может что ж чем связано это связано с тем что в свое время Джон Лили знаменитый американский психолог вообще все эти работы как это ни удивительно выполнены на средства спецслужб после второй мировой войны в 60-е годы в конце 50-х спецслужбы всего мира очень хорошо финансировали психологические исследования потому что они интересовались тем что происходило у нас в России но повторяю многие жестокие вещи иногда приводят к научным открытиям так бывает тем временем я ложу котлетки наши ну это я буду тем временем болтать как раз да и значит Джон Лили обнаружил исследования проводились сначала на себе в Калифорнии известны там Лос-Анджелес многие знаменитые кинорежиссеры поучаствовали в этих исследованиях значит когда человек погружается в эту флоатинг-камеру флоат плавать он сначала начинает испытывать зрительные галлюцинации активные то есть образы потом они уходят но остаются слуховые потом уходят и слуховые тоже и вот когда уходят и они то человек погружается в состояние которое Лили назвал глубинное свое он спит? нет он не спит он бодрствует при этом он абсолютно отключен от внешней среды и абсолютно включен в свою внутреннюю вот такая коммуникация с собой 27 августа день Михея память святого пророка Михея жил во дне святого пророка Ильи в это время потомки двенадцати сынов Иакова разделились на два царства одно называлось царством иудейским в составе уходили колено иудова и вениаминова а столице был Иерусалим другое называлось Израилевым и включало в себе остальные десять колен еврейского народа а столице была Самария Михей обличал правителей и предсказывал поражение объединенного израильского войска сегодня завершается Успенский пост наступает пора мясоеда периода когда по церковному уставу разрешена мясная пища обычно это время после какого либо поста с сегодняшнего дня начинали играть свадьбы ведь Успенский пост завершен а Михеев день последняя возможность юноши в этом году посвататься к понравившейся девушке сегодня давали дань благодарности каменщикам считали что Михей покровительствует желающим приобрести жилище в этот день обычно дули ветры поэтому прозвище дали ему Михея Тиховея наблюдали за ветром и предсказывали погоду на ближайшие дни приметы на Михея Тиховея дуют ветры Тиховей к сухой осени на Михея буря к ненастному сентябрю журавли сегодня улетают теплые края в середине октября месяца могут ударить морозы если журавли не собираются в теплые края зима наступит не слишком скоро можно пробовать ну-ка попробуйте а я бы сметанкой нет сметанкой или нельзя сейчас мне кажется что вот прямо она сюда так традиционно бросится так вот она сметанка подошла ну в плане питательности это мне кажется тостильный компонент животных можно я не возражаю при здоровом пищеварении конечно безусловно вкусно насчет привычек сначала как вам котлетка вы знаете возможно ну мои пожелания не совсем здоровые но для удовольствия я бы все-таки посолил еще а если бы немножечко меда добавить я бы соевого соуса добавил соевого соуса но мне кажется что он решит эти проблемы сразу меда можно давайте попробуем двинуться в другую сторону мед со сметаной ну можно знаете я очень люблю самые любимые блины с медом и со сметаной правда ну как сейчас он вкусно но это уже к чаю это уже к чаю даже чеснок не мешает есть чеснок да есть чеснок в Прибалтике кушают варенье из чеснока там это традиционное блюдо варенье из чеснока добавляют во многие блюда по поводу привычек я расскажу давайте получается что привычки размещены в разных портах и поэтому изменить их вот так сознательно типа я хочу и я меняю достаточно труднительно потому что между коммуникацией между ними нет здесь есть одно интересное наблюдение которое сильно противоречит тому что нам обычно рассказывают вот в чем оно стоит обычно особенно это любят рассказывать во всяких глянцевых книжках которые продают в отделах бизнес книжек типа Дейла Карнеги садайся целью дай в одну точку стремись и добьешься наука психологии довольно молодая но ей лет 150 и поэтому в ней не очень много таких общепризнанных каких-то вещей ограниченное количество но есть очень вкусно но есть некоторое количество все-таки признанных одна из таких совершенно признанных вещей это теория мотивации Еркса она была предложена еще в 1907 году в книге танцующая мышь так называемая кривая мотивация для того чтобы чего-то добиться нужна оптимальная мотивация не маленькая не большая не маленькая не большая а средняя если она недостаточная то результата будет мало если она избыточная результата тоже будет мало соответственно что-то изменить что-то добиться надо перестать этого хотеть прямо вот сумасшедше надо свое желание как-то умерить перевести в какую-то плоскость разумного объема желания и это поможет изменить что бы то ни было когда человек безумно что-нибудь хочет вот безумно очень к чему-нибудь стремится это мешает ему добиться этой самой цели как-то не парадоксально причем это повторяю фундаментальный закон работы психики вот еще хотеть можно? можно кушайте о так вот вот этот рецепт наших кастеток вы видели очень прост надо перемолоть проросшую пшеницу как можно на более мелкой ситечке она тогда сама клеится как вы видели я ничего туда не добавлял ни муки ни яйца вот немножечко для вкуса я добавил чесночка но можно его и не добавлять можно потом с чесночком там сверху потереть вот далее я поджарю просто-напросто вот смотрите у нас подрумянивается подрумянивается и все в середине хрустящая да хрустящая в середине она сырая теплая то есть в середине все ферменты все витамины группы В сохранены и вот когда мы поедаем получается вкусно полезно и очень хорошо действует если что-то у нас ушиблено и особенно уполомано вот эти вот витальные факторы которые идут там в рост зерна они способствуют быстрому заживлению сращения различных переломов и очень сытно я бы сказал так вот наше блюдо которое мы сделали котлетки из прорышей пшенистки может есть практически любой человек взрослый ребенок для ребенка значит метка добавьте великолепно пойдет для взрослого сметанки чтобы было там вкуснее сытнее но они сами по себе они немножечко уже сладенькие становятся вот прекрасно сращиваются кости прекрасно прекрасно возрастает потенция у мужчин и женщин прекрасно вообще общее идет укрепление организма и естественно работает кишечник великолепно поэтому особенно вот в это время года это блюдо является наилучшим для того чтобы сохранить все жизненные силы а спасибо мне спасибо большое за участие в передаче всем спасибо геннадий петрович вкусненько понравилось 28 августа день успения пресвятой владычицы нашей богородицы и преснодевы марии ангел сообщил богородице что она умрет через три дня в день смерти пришли апостолы положили ее в гробницу и замуровали в пещеру апостол фома не успел и потому попросил открыть гробницу когда это сделали то увидели что Марии внутри уже не было тот же день богородица сама явилась апостолом вместе с ангелами и тогда они поняли что она вознеслась на небо славяне почитали богородицу как мать землю в этот день проводилось множество обрядов например нельзя было ходить сегодня по земле босиком втыкать в землю острые предметы в связи с этим сегодня не работали а в церкви освящали колоссия и семена было такое обычай женщины обвязывали серпы соломой и катались по ними приговаривая жнивка жнивка отдай свою силку на пес наколотила намотовила на кривое веретено то есть они просили жниву вернуть им всю силу которая ранее была потрачена на сбор урожая потом брали последний сноб и наряжали его в сарафан и кокошник и с ним распевая песни направлялись в деревню время после успения в старину называли бабьим летом оно подразделялось на молодое до Ивана постного это до 11 сентября и старое с 14 до 21 сентября также занимались домашними изготовками солили огурцы квасили капусту и прочие приметы если молодое бабе лето сухое то жди ненастия в старое появилась радуга на небе осень будет теплой много паутины зима будет морозной и малоснежной сегодня мы поговорим на целебной кулинарии о таком распространенном овоще как огурец и узнаем а в чем его заключаются полезные свойства и вы знаете еще древние указывали что лучший огурец это огурец выращенный в поле вкус его сладкий и вяжущий указывали свойства холодны и влажны во второй степени что это значит это значит что лучше все таки его есть в теплое время года но тем не менее он и полезен будет особенно в сок и в прохладное время года действие значит его на жизненные принципы таково он увеличивает слизь уменьшает ветер и желчь и кстати древние говорили что он вылечивает каши который возникает вследствие жара то есть он его усмиряет действительно есть кашель от жара так вот чтобы его убрать надо естественно охладить организм и вывести вот эти все эти токсины которые от него возникают значит он уменьшает жар мы уже знаем выводит желтую желсть сделает обильную мочу и помогает при язвах почек и мочевого пузыря вот так вот древние указы все это происходит по той причине что огурец содержит большое количество структурированной воды но из-за этого он сильно охлаждает организм что может привести к холодной форме лихорадки его вредное действие устраняет мед богатый состав микроэлементов делает огурец незаменимым в питании больных с сахарным диабетом поэтому больные с сахарным диабетом второго типа берите это на заметку соотношение солей макро и микроэлементов в огурцах особо благоприятно для восстановления нарушенной деятельности сердечно-сосудистой системы и баланса натрия и калия в организме это очень важно о чем это говорит если больше в организме натрия то организм накапливает в воду он оплывает возникают отеки если слишком много калия то вместе с ним выводится натрий выводится вода и может быть чрезмерная сухость в организме поэтому огурец как раз способствует тому что он вот этот важный баланс держит в норме вот а сейчас мы с вами поговорим о соке огурца его отжимают ну его отжимают всегда когда есть свежие огурцы конечно лучше все это делать в теплое время года но тем не менее можно и сейчас огурцы как мы уже знаем являются лучшим очагонным средством он улучшает аппетит обладает желчегонным слабительным действием способствует растворению что немаловажно мочекислых солей потому что огурец очень хорошо ощелачивает наш организм а когда слишком много человек потребляет мясных продуктов наоборот происходит закисление и начинает попадать кристаллы и чем их растворить и оказывается лучше чем щелочной сок огурца ничего не придумано а благодаря тому что в нем слишком много кремния серы он улучшает рост волос и ногтей делает более здоровой и красивой нашу с вами кожу в огурцах содержится много калия натрия кальция фосфора и хлора потребление смеси огуречного и морковного сока благоприятно влияет при заболеваниях которые являются следствием задержания в организме мочевой кислоты а их очень много начиная от подагры и кончая отложением этих камушков мочекислых и в почках и знаете кристаллики могут даже быть сердечная мышца и так мы с вами сделаем простейший сок возьмем огурец возьмем морковочку и сделаем сачок и так включаем морковно-огуречный сок у нас с вами получился морковно-огуречный сок вот он сейчас попробуем значит пропорция какая его может быть так как огуречный сок ну довольно-таки слабенький после воздействия на организм то его можно сделать один к одному с морковным соком вот у нас получился морковно-огуречный сок но для того чтобы усилить его действие мы с вами к нему можем добавить свекольного сока 29 августа день нерукотворного образа спасителя в этот день в далеком 944 году был перенесен нерукотворный образ Иисуса Христа из Едессы в Константинополь в городе Едесс правил Афгарь он болел проказой которая поразила всего тела царь уверовал во Христа и попросил исцеления послал гонца с письмом Христос умылся и вытер лицо полотенцем на нем отпечатался его божественный лик царь поклонился образу Христову и тотчас получил значительное облегчение к этому дню созревали орехи и потому праздник стал называть третьим хлебоореховым спасом насчет него у народа была поговорка первый спас на воде стоит на второй яблоки едят на третий на зеленых горах холсты продают до хлеба припасают в связи с этим третий спас еще называют спасом на полотне спасом на холстах холщовым спасом народ к этому дню старался приурочить проведение различных ярмарок на которых продавали полотно холсты и другие товары сегодня чистили колодцы и родники из которых пили воду считалось что это сделает воду более чистой целебной и употребление такой воды даст крепкое здоровье хозяйки сегодня пекли хлеб из нового рожая приметы если на ореховый спас улетит последний журавль холода будет на покрова 14 октября если сегодня хорошая погода зима будет короткой морковный огуречный сок но для того чтобы усилить его действие мы с вами к нему можем добавить свекольного сока и действие его намного усилится но тогда пропорция смотрите если мы берем морковный сок и сок огуречный можно брать пропорции один к одному то если мы берем свеклую еще то пропорция должна меняться а именно одна часть свекольного сока должна приходиться на 5-6 частей морковно-огуречного сока потому что свекольный сок он очень сильный но зато когда мы его прибавляем к этому соку он значительно ускоряет оздоровительный процесс и так прибавляем вот у нас получилась совершенно иная теперь пропорция и сок по силе этот сок более будет лучше более мощнее действовать на организм вот попробуем его но пить его надо осторожно начните всего лишь навсего с одного глоточка посмотрите как его усваивает ваш организм нет ли никаких отклонений потому что сильные реакции бывают и дальше потихонечку добавляете и у вас все будет получаться великолепный сок получился потому что пропорции подобрал правильно и кстати высокое содержание калия в огурцах делает их очень ценным средством при повышенном и пониженном давлении крови огуречный сок также благотворно влияет в заболеваниях зубов и десен кстати я уже несколько раз рассказывал что такое вообще сок само по себе любое растение как и наш организм защищается от воздействия вредных грибков и микробов иммунитетом этот иммунитет имеется в нашей крови что немаловажно так вот в соке любого растения содержатся вещества которые подавляют жизнедеятельность любых бактерий и грибков если бы этого не было то что получалось грибки и бактерии вы его сразу же сожрали а так нет и когда мы пьем этот сок то мы с вами укрепляем свой собственный иммунитет это очень и очень хорошо хорошие результаты при регулярном употреблении ауличного сока в сочетании сока морковки и салата наблюдаются при многих кожных заболеваниях а почему это происходит можно спросить да потому что кожа когда у нас не справляется кишечник и почки начинает кожа работать как орган выводящий различные шлаки из организма и естественно так как кожа к ним не приспособлена она начинает страдать и у нас начинают возникать различные заболевания кстати давайте сделаем сок из салатика зеленый салат у нас есть листочки листовой шпинат конечно отдавится сок с него получается но не так как хотелось бы конечно лучше всего такая соковыжималка работает с такими водянистыми овощами итак мы с вами берем нарезаем вот салат листья салата включаем зарпай на шпинат Итак, мы с вами сделали теперь смесь соков морковка, огурцы и салат. Пробуем. Так как эти соки очень сильно ощелачивают наш организм, то как раз они растворяют вредные кислоты, способствуют их буржию и лучшему выведению из организма. 30 августа. День Мирона. Назван в честь памяти святого мученика Мирона. В день праздника Рождества Христова Егемон Антипатор решил христиан предать мучениям. Святой Мирон стал его укорять. За это Мирон был взят и предан жестоким мучениям. Его строгали железными гребнями, пытались сжечь печи. Ангелы охладили печь. Сдирали кожу, бросали к зверям. Но святой оставался живым и невредимым. Антипар так преиспунулся гнева, что своими собственными руками умертвил себя. Обычно на Мирона дули ветры. Поэтому он получил название Мирон-ветрогон. Было у этого дня и другое название. Вдовьи-помочи. В этот день помогали сиротам, дувам и семьям, лишенным кормильцам. Говорили, на вдовий двор хоть щепку кинь. Соседи помогали косить сено, удобрять поля, рубили дрова и иное. Хозяйки сегодня вырезали побеги малины, которые в этом году уже принесли ягоды. Подкармливали почву, используя раствор на основе калия. Начинались листопады, а птицы улетали в теплые края. Приметы. Если на восходе солнца небо красное, а погода будет ветреной. Солнце садится в тучу, в ближайшие дни будут дожди. Полетела паутина в этот день, установится солнечная погода. У нас просто-напросто, знаете, получается структурированная вода, щелочная по своим свойствам, которая хорошо растворяет вредные отложения, быстренько выводит их из организма. И за счет этого наша кожа получает передышку и начинает восстанавливаться. В результате многие кожные заболевания проходят, потому что они вызваны именно тем, что наш организм перестал нормально работать. Кстати, а вот сок огурца с медом, его можно использовать при различных заболеваниях верхних дыхательных путей. При этом, значит, употребляют по две-три столовые ложки три раза в день. Давайте сделаем и этот сок. Мы с вами просто-напросто берем огурчик, Освободим кружечку. Берем огурчик, выдавливаем с него сок. Вот у нас получился сок. Теперь добавляем сюда мед. Мед добавляем по вкусу. Слишком много ему надо, но тем не менее. Вот, размешиваем. Я думаю, получается такая хорошая, приятная жидкость, обладающая таким красивым вкусом, что ее будут охотно пить и взрослые, и дети, и пожилые люди, и получать только облегчение. При этом простудные заболевания у них будут отступать, что немаловажно. И, кстати, он оказывает выраженное бактерицидное действие, потому что мы сюда добавили мед. Пробуем. О-о-о, отлично, отлично. Кстати, великолепный вкус. И важно отметить, что такой сок еще улучшает память. Он препятствует развитию атеросклероза, успокаивает и укрепляет нервную систему, сохраняет свежесть и тонус кожи. За счет чего он все это делает? А за счет того, что сразу же структурированная жидкость, которая здесь имеется, быстренько поступает к нам в кровяное русло, она очищает печень, она очищает почку, она делает желчь более текучей. И, естественно, идя по сосудистому руслу, она начинает его промывать, растворять различные отложения и вымывать их быстренько из организма. Вот поэтому у нас улучшается проницаемость, вернее, доставление крови к головному мозгу, а раз кровь хорошо поступает к головному мозгу, у нас исчезает с вами старческая слабоумия. И важно отметить, я уже до этого говорил, что действие огуречного сока, он сам по себе видите зелененький, а зелененький сок, вообще зеленый цвет, способствует тому, что он успокаивает, снимает различные воспаления. В сочетании с другими соками он усиливает свое воздействие, то есть становится более сильным, более мощным. Например, его можно пить с яблоками. И сейчас мы с вами сделаем яблочно-огоречный сок. 31 августа. День Фрола и Лавра. Назван в честь памяти святых мучеников Флора и Лавра. Они родные братья, были искусными каменщиками. Их отправили на строительство языческого храма. Плату они раздавали бедным людям и все время проповедовали Слово Божие. Когда храм был построен, братья совершили в нем молитву и уничтожили всех идолов. За это их бросили в колодец и засыпали землей. После обретения мощей братью прекратился опадеж скота. А также принято почитать лошадей. Сегодня говорили, что наступил лошадиный праздник. Лошадей старались угощать каким-либо лакомством. Даже пекли специальное печенье в виде конского копыта. Лошади сегодня полагалось окропить святой водой, чтобы они не болели и смогли пережить суровую зиму. Сегодня на лошадях не работали, а также не запрягали телеги и не выжигали тавро на скотине. Хозяйки сегодня солили огурцы и заготавливали их на зиму. Впоследствии из огурцов варили рассольник, ели с кашей. А по вечерам проводили бабе засидки, собирались дома у какой-либо вдовы и проводили время за разговорами и рукоделием. Сегодня собирали урожай летних сортов яблок. Приметы. Лошадь часто перебирает ногами и фыркает к ненастной погоде. Сегодня выдергивали полынь и смотрели на ее корень. Если он толстый, то можно ожидать хорошего урожая на следующий год. Если не успеешь посеять рожь до флора, будет плохой урожай. У нас просто-напросто, знаете, получается структурированная вода, щелочная по своим свойствам, которая хорошо растворяет вредные отложения, быстренько выводит их из организма. И за счет этого наша кожа получает передышку и начинает восстанавливаться. В результате многие кожные заболевания проходят, потому что они вызваны именно тем, что наш организм перестал нормально работать. Кстати, а вот сок огурца с медом, его можно использовать при различных заболеваниях верхних дыхательных путей. При этом, значит, употребляют по 2-3 столовые ложки 3 раза в день. Давайте сделаем и этот сок. Мы с вами просто-напросто берем огурчик, освободим кружечку, берем огурчик, выдавливаем с него сок. Вот у нас получился сок. Теперь добавляем сюда мед. Мед добавляем по вкусу. Слишком много ему надо, но тем не менее. Вот. Размешиваем. Я думаю, получается такая хорошая, приятная жидкость, обладающая таким красивым вкусом, что ее будут охотно пить и взрослые, и дети, и пожилые люди, и получать только облегчение. При этом простудные заболевания у них будут отступать, что немаловажно. И, кстати, он оказывает выраженное бактерицидное действие, потому что мы сюда добавили мед. Пробуем. О, отлично, отлично. Кстати, великолепный вкус. И важно отметить, что такой сок еще улучшает память. Он препятствует развитию атеросклероза, успокаивает и укрепляет нервную систему, сохраняет свежесть и тонус кожи. За счет чего он все это делает? А за счет того, что сразу же структурированная жидкость, которая здесь имеется, быстренько поступает к нам в кровяное русло, она очищает печень, она очищает почки, она делает желчь более текучей, и, естественно, идя по сосудистому руслу, она начинает его промывать, растворять различные отложения и вымывать их быстренько из организма. Вот, поэтому у нас улучшается проницаемость, вернее, доставление крови к головному мозгу, а раз кровь хорошо поступает к головному мозгу, у нас исчезает, с вами, старческая слабоумия. И важно отметить, я уже до этого говорил, что действие огуречного сока, он сам по себе, видите, зелененький, а зелененький сок, вообще зеленый цвет, способствует тому, что он успокаивает, снимает различные воспаления, в сочетании с другими соками, он усиливает свое воздействие, то есть становится более сильным, более мощным. Например, его можно пить с яблоками, и сейчас мы с вами сделаем яблочно-огуречный сок. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!